МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Всем доброе утро, вы на канале Hardcore Tavern С вами трактирщик Аммони И мы продолжаем проходить Speforce Soul Harvest Третий стрим по игре Вчерашние страдания остались позади Миссия была просто невероятная Сегодня, я надеюсь, будет попроще Сднем вас Небесных фурий Подробнее в нашей группе ВКонтакте Или в Дискорде, где вам удобнее Ну и можно начинать, наверное, да? С классного вам воскресенья У меня насмаркнет температура Я болею, но я думаю, что все пройдет шикарно Тондинос, мое почтение Доброе утро Норс Айс, правильно, вот так вот, да? Здравствуйте Так, ну что, начинаем Всем в чатике, кто молчит, тоже Хай, как говорится Let's go Игра в стиме Soul Harvest показался мне Невероятно крутым дополнением Который улучшает оригинальную игру Раз в 10, наверное, просто Настолько он крутой, представляете? Настолько он просто невероятный Легион Здравствуйте Ну как вам с Велфорс вообще, Легион? Нормальная игра, по-твоему, нет? Так, а то ты все время говоришь, что это Игры какие-то стремные, игры стремные Я в него не играл Только первую и вторую часть еще давным-давно Но тогда тебе, может, не понравится Ну, короче, все такая же стратегия плюс РПГ Только с более крутой графикой Так, что нам надо делать? Загрузка, да? Загрузка Одиночная игра Где мы там остановились? Стрим 2, вот Между Халитовым и Суровыми горами Родиной гномов протянулась местность, известная как окраина Винд-Вава Здесь расположены шахтерские городки Превратившиеся в важные торговые центры Со всех краев фиары караваны прибывают сюда, дабы обменять товары на драгоценное лунное серебро Говорят, что за щепотку лунного серебра и сотни овец мало Хотя, возможно, так говорят лишь гномы, пытающиеся набить цель Кто его знает? Блин, сегодня у меня еще насмарк добавился Это мои простудия вообще хреново Но уж очень хочется спеллфорс дальше пройти А без стрима я не могу Вот и сидим, мучаемся Как у вас-то дела? Фух Возможно, настало время сменить наших наемников, кстати Ага, мы завершили здесь миссию Мы здесь все сделали вроде как, да? И нам можно отсюда уходить точно, да Вернитесь к королеве и доложите А люди, то есть произошло? В одном звуке вашего имени, сэр Всевышний мановар, друзья Кружки в чат за Всевышний Кружки в чат за Всевышний Так, надо поставить, чтобы когда сворачиваешься Звук оставался Я вот, ты мне скинул вчера мановар видео От того челика, который типа тоже тыкешь кровью И попила ему карта Тут оказывается Победить можно было очень легко Через портал выходишь сзади И сразу атакуешь главное здание Типа, а не какие-то там деревни захватываешь Первая же армия и все Он не успевает ее подвести Просто главный центр сносишь Все, все, победа, победа, все Прикинь То есть вот первый стэк Они все находились далеко Ну то есть его войска И просто убиваешь одним залпом Главное здание и все Ну типа из тоннеля вот этого Вышел сзади, подошел Убил главное здание, все, победа Я вообще в шоке Просто если ты не дерешься с ним Вот так вот раз на раз То это Самый такой способ А если будешь драться, естественно он тебя сделает Потому что у него войска при равном количестве Сильнее Ну и их больше Немного кенгурушенька Мадемуазель Здравствуйте Так Мы тут Параллельно прокачиваем Нашего второго танка Да Но я его, наверное, заменю Я не знаю Че у нас тут Хитроумие и защита В целом Мне кажется Это потрясающая ветка Но Как здоровье Да я сегодня еще насморк добавил Температура Короче, не очень Но честно говоря К сожалению Ну как есть, так есть Че поделать Наверное, вот эта хорошая штука Сопротивление Плюс 25 Дает Только через что идти При использовании зелья Восстанавливает Больше здоровья Наверное, зелья Не болей Не болей Хорошо Сопротивление Плюс 40 Будет давать Ну то есть Вообще дофига Здесь, наверное, двойников Выучить Пассивка Это выучено уже О, танк с двойниками Наверное Неплохо будет Все показывать Но это временно Я его, наверное, заменю Вообще Так Серая цитадель Королевская Смотровая Да, кстати Пришла пора наемников Сменить Да, я думаю Как раз в городе Оказалось Я сегодня Шмыгать Заколебаю вас Шмыгать Своим Просто По полной Та стадия Потекло Износу Знаете Прямо Безостановочно Да, здравствуй Император Император Приветствую Тебя Ты не можешь Оставить Оставить Эй, эй Не болей Так, ну что Вот так сделаем Мне надо Ночной Наймнику А, подождите Мы кольцо С вами Духа Кольцо Возвите Это же наш Блиннокожий Ну Насчет Артефакта Так, че там Мне нужна Сенция Духа Я, наверное Пойду искать А, то есть Что конкретно Ты будешь делать С Сенцией Мстительного Духа Оу Куча Фаера Здравствуй А, я знал Я знал Люди все такие Не могут Не спросить Че Ну послушай Мой Блиннокожий Друг Я ценю интерес К своей работе Но нельзя Вот так вот ходить И выведывать Секреты Мастерства Понял Ну У поварихи Своей Ты тоже Пытаешься Выяснить Что она Такое В суп Кладет Да я Просто Хочу Узнать Побольше О своем Артефакте Откуда Могучица Берется Как там Молос Людей Говорят От Любопытства Хрюшка Сдохла Понял Вообще Ткошка Да Короче Не будьте Хрюшкой Понял Блиннокожий И не сдохнешь Почему ты Остался Баргагор Оставил Баргагор Ты называешь Сервис Отселей Гнездом Идиоту Так зачем Ты сюда Перебрался Предлагаю Чтобы помочь Гору И волчьей страже А Не Не Волчьи стража Милые ребята Но я тут Скажем так Страдаю за искусство Понимаешь Смысле Ну и еще Баргагора Я в общем Сделал для Брата вождя Топор На совесть Как всегда Этот кусок Идиота На охоте Возьми Облажайся А как вернулся Давай орать Что я Ему Дерьмовый топор Сучал Так Так и было Или что Да нет Конечно Эти руки Не способны На халтуру Понимаешь Ты посмотри Ну я и послал его подальше В пламя Баргагоры А он Типа Все не отстает И говорит такой Давай Стукни меня Сам увидишь Какой это мусор Только не говори мне Что ты Ну он сам попросил Ты же понимаешь Плиент всегда прав Я его Как Интересная трактовка Ничего не скажешь Ну и Ты его убил что ли Я же не спятил Просто Тяпал ему правую руку Одним махом А так Кстати Если ты вдруг сомневаешься В качестве топора Да уж Руку Гораздо лучше Чем голову Хороший топор Одним махом Хороший топор Так спасибо Вот хоть кто-то понимает Короче Вождь не особенно Оценил урок Преподанный ему Тупому Сородичу его Неблагодарная тварь Я ему столько лет Оружия для войск Ковал А тут он меня выгнал Вот так я здесь Казался История зашибись Просто Да Но тут мой талант Ценит По крайней мере Да Бергал История крайне любопытна То есть Ты кузнец Приорчей части Волчастража А я согласился Обратить свои Неземные таланты На благо страж Да Ясненько Так Вот кстати Эссенция Ух ты ж превосходная Один момент И соберись с духом Мои шедевры иногда вызывают Отвал башки у владельца Не сомневаюсь Что буду впечатлять Не-не Это не метафора была Да будьте известно Что от одного взгляда На творение Бергола Парочку клиентов Кондрате хватило Часто такое случается? Чаще можно подумать Ну Да что такое Живь без щепотки Риска и приключения Я могу сделать Несколько разных вариантов Выбери тот Который тебе больше подходит И крепись Ой Что-то сегодня сложнее читать И стримить Сопры текут вообще Чихать охота Так Ой жесть Так сейчас Просто заколебаюсь Сегодня походу Шмыгать Так А какие кольца Выбирать Одно дальше Еще сильнее будет Или это конец Почему на экране Два амонис Гель Здорово Так вышло Так Здорово борода Турифлай Привет 10 концентраций Множитель сил Для всех способностей А что такое Сонорин Сонорин Что жара в городе Ну сейчас не то чтобы Жара у нас Я просто заболел Потому что у меня тут Все дома болеют И жена и ребенок Они где-то подхватили А мы все время Дома считать Да как капли в нос Я вот единственное не знаю Добавит ли это бонус Смотрите Давайте проверим Надо сохраниться и проверить Это вот способность Или нет Да да я знаю Да я их вообще не использую Вот эта способность Смотрите Дает 54% На третьем уровне А на втором даст Дает на втором Люди трепещут При одном звуке Вашего имени Сэр Всевышний дикий ветер В окружении двух Прилестных льфик Приветствуем вас Ребятки Ружки в час За Всевышних Вот смотрите Множитель всех способностей Дает только К физическому урону Или нет И еще другой вариант Тоже Вот например Вот этот скил Наносит урон от оружия Х2.5 По факту Если я увеличу урон от оружия То есть атаку Это вот урон от оружия Или нет Тут еще в виде не пишет Или исключительно урон от оружия А вот пишет Подождите 565 565 Или считается 157 Только вот это Давайте сейчас Два вида колец Возьмем И проверим Как это работает Просто я как считаю Это же способность Правильно То есть По факту Если я возьму Множитель силы Для всех способностей То у меня Вот это должна Только сила Опять же Она не даст мне Больший процент Как утро Здорово Ромка Приветствую Да тяжко Тяжко И вероятность Блок не даст Давайте попробуем Множитель силы Дает прикиньте Дает прикиньте Ах пигеть А вот тут не прибавилось 6% осталось 63% Да не у меня Я болею Температура Насморк И здесь 650 урона Стало Дальность видимости Вроде не увеличилась А вот здесь Зато цель Получает урон От оружия Конкретно То есть Цель получает Урон от оружия Х1 То есть Вот на рикошет Уже влияет То кольцо Похоже Ну слушайте Перезарядка А ну перезарядка Не уменьшала Способность Только силу Да Че как думать Какое взять Мне кажется Надо это брать Урон Урон Иллюзия Определяет С характеристиками От которой Зависит Оружие Источник От лоптится Ну я не знаю Я кстати Думал Что иллюзия Лучники Будут Вот очень Бесит Что они Милишники Ну пытаюсь Выздорить Что поделать Блин Ну если у меня Смотрите У меня Основная Тема Это вот Этот вот Баф Боевой Зов Ну значит Я беру Это кольцо Правильно Его магические Свойства Так Получите Распишитесь Всем артефакт Им артефакт И вам магические Свойства Несомненно Принесут тебе Победу Над кем угодно Блин Не сделали Я ошибки Ну ладно Да я думал Что не сделал Да и вот Еще возьми Побочный продукт Остался С его помощью Ты теперь можешь Сжигать трупы Без всякого масса Что и только захотеть Но я не хочу Сжигать трупы Всего хорошего Клыки заранее Так и погоди Если еще наткнешься Насте Чащих духов Тащи мне их эссенции Вдруг получите В твою безделушку Еще немного Богущегося Вклотить Спасибо Бергал Да да Не благодари Так это Темное кольцо Те да Улучшилось Множитель силы Для всех способностей Ну блин Наверное Мне кажется Хорошая штука Все таки Я скиллами Бью Заметил Что здесь В основном Скилл Итачит По крайней мере Лучника Да А это Мои спутники Как раз Да Спутнички Значит Да А у меня Панельки Поменялись Ирия 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 Это хилерша Да Получается Мне она вообще Нужна Она отвратительно Себе показала Отвратительно Ребят Ее надо было Тупо в хила Делать Просто хил ветку Сбрасывать Ловкость Убирать Ну типа Без хила Вообще тяжко И вообще Надо вот это Воскрешение Второй шанс Воскрешает всех Короче И воинов По моему И все остальное Как это видео Как это использовать Это жесть Прям целая орда 50 человек Воскрешается Вот это тема Вот это реально Тема Так Че тут Наемница Еще с арбалетом Тоже отдавай Все нафиг Ты так уже Ладно Хочу в общем Но вот это Попытаюсь Из него все таки Танка сделать Из рейта Че то пока что Мне не кажется Что он С хорошим танком Будет Его очень сильно Пробивает Вампирик Вообще не работает Три процента По крайней мере В общем Не знаю Похоже Что не получится Сделать танка На вампирике Как я думал Надо Значит Либо некромантия Свет Либо некромантия Не знаю Что то Что регенит ХП Короче Или может В принципе Это невозможно Яс Яс Так Че поменять Наемников На Ты Хочу нанять Наемника Покажи мне Спасибо А это Создать Сейчас Подумаем Ребят Давайте Вместе Допустим Мы пока Оставим Танка Такого Некромантия Демонология К примеру Че нибудь Попробуем Снять У меня Есть Неск Я тут Экспериментировал Ну А Лючка Астры Гром Че за Гром А Гром Это Этот У меня Милишник Ближние Бои Демонология Ближний Бой Демонология Но Не сказать Что я Хочу Прям Сейчас Использовать Мне кажется Два Милишника Мне не Хочется Сейчас Делать Да И плюс У меня Мили Пушки Никакой Нет Здесь У меня Вот Как раз Хила Я сделал Через Друидизм Тут Потому Что Дополнительный Хил Дается Вот Здесь Я Подум Почему Бои Нет Ну Если Надо Она Может Молнии Поджарить Хотя Вряд Это Буду Использовать Так Ладно Вот Мы Значит Возьмем Хила Нормального Места Этой Хила Нас Вперед И Чем Нет Еще А Люська У меня Получается А Ну Это Я Тоже Пробовал Через Пробуждение Сила Нас Что Не Зашло Мага Все Таки Надо Чисто Делать Или С Некромантией Например Маг Некромант Вообще Неплох Кстати Как То Так Да Будет Кидать Всякие Дебафы И Сам По Ним Бах Короче Ну И Вот Эт Скил Тоже Через Интеллект Или Дождь Кстати Тоже Интеллект Неплохо Или Вот Через Вот Это Вообще То Есть Демонология Маг Тоже Неплохо Так Ладно Выход Блин Музыка Кайфует От нее Вообще Здесь Ну Сплавфорса Кстати Всегда Супер Качественная Мужика Они Подходят К этому Очень Вообще Очень Основательно Там Целые Концертные Зала Снимают Чтобы Записывать Музыка Как-то Смотрел Там Видос Какой-то Так Мне Получается Надо Заменить Как минимум Хилада Ирию Ирию Я смогу Заменить Только на Танк Выходит Выходит Должно Четыре Персонажек Главный Герой Танк Хил А Подожди Мне Двух Община Взять Сол Харрис Простым Кажется Ну Посмотрим Посмотрим Может Тебе Орки Не нравится Куда Джарел Может Те Орки Не нравится Реально Так Я хочу Поменять Наверное Подставка Концерт Дан Омаги Асс Аренжмент Там Не орки Там Троли Вообще Единство С природ Маги Света Внимание При увольнении Наемника Текущее Распределение Очков Навыков Характеристик Будет сброшено Все очки И снаряжения Увольненного Наемника Будут переданы Новому наемнику После чего Вы сможете Назначить их Заново Ага Еще Три Нужен ли мне Вообще Интеллект Или нет Сила воли По-моему Все от силы воли Зависит Да А вот Только молния От интеллекта Но интеллект Реген Стамины Зато дает Я наверное В силу воли Пойду Чтобы больше Хилить Так Навсегда Повышает Восстановление Концентрации Это вообще Мастхев Пассивки Пассивки На атаку Мне нафиг Не нужны Нормальный Хилл Но тут Разве что Вот к этому Надо подойти Хороший Скилл Правое Праведное Дело При атаке Врага В ближнем Бою Воздействует На нападающего Вражесу Что Восстанавливает Здоровье Осеняет Ворога Светом Восстанавливая Вам И вашим Союзникам Здоровье С каждым Успешным Ударом Ну это Фигня По-моему Ну разве что Что там Дальше Будет Второй Левел Не знаю В чем Разница При Гибели Ворога Происходит Яркая Вспушка Исцеляющая Вас И ближайших Союзников Ой Нафиг Ну Нафиг Щит Это прикольный Щит Потому что Вообще Тема На танка Бросил Забыл Так На одну цель Постоянно Передает Выбранным Союзникам Часть Вашей Концентрации Блин У меня здесь тоже Что-нибудь Надо выучить Преимущество Ваше заклинание Способствует Меньше Концентрации Офигеть Офигенное Тело Магия природы Восстанавливает Весь лес В указанной Области Мы берем Вот эти скачки Исцеляет Союзника Лучом Живительной Энергии Который Затем Перенаправляется На другую Цель Возьмем Да Пожалуй У нас Одна способность Осталась Тут мы Пока ничего Выучить Не можем Это Недоступно А второго Левела Что здесь Будет Существо Кроме Объектов Персонажа Получает Иммунитет К немоте Каждую Секунду Пока Применяется Если цель Имеет Меньше 100% Концентрации Чего Иммунитет К немоте Постепенно Передает Выбранного Вашей Концентрации И защищает Его от Немоты Ага Понял Но у нас У танка И так Иммунитет В немоте Потому что Он через Некромантию Ну значит Не буду Эту фигню Изучать Щит Второго Левела Дополнительно Восстанавливать Здоровье В секунду 20 Очень хорошо Очень Или реген Просто взять Эффект В области Магия Света Создает Выбранные Области Круг Магии Природы И света Находясь В нем Любое Существо И враг И союзник Не получают Урон Не могут Использовать Способности И атаковать И враг Тоже Что Ль Дека Нафиг Мне это Надо Врага Тоже Фигня Какая Это Вообще Чем Разница Радиус Торт Типа Засейвить Армию Да Типа Бросил И убежал Вообще Не понял От русского Вообще Не понял День добрый Как Идет Вообще Сатиран Замечательно Приветствую Мне бы Какой-нибудь Боевой Скилл На самом Деле Выучить Хотя Бо Один Выпускает Цель Молнию Которая Наносит Урон И направляется К последующей Цели Может Оглушить С небольшой Вероятностью Прикольно Сколько Цель Интересно Оглушает На 2-3 Секунды Вообще Зашибись Да Ладно На чистого мага Например И тогда у меня в пати Будут все разные классы Да У меня будет Лучник Хил Маг И танк Да То есть Выходит Либо я мага беру Либо второго милика У меня уже готов В принципе Мага беру Наконец Приветствую Постояльца Здоровая Здоровая Истлевшая Блин Эта игра Ваще Гораздо Круче Не перестаю Повторять Что Вот Эта часть Гораздо Круче Вообще Чем Оригинал Так У нас Мы взяли Астру Можно Льюшку Взять Льюшку По Тутур Тутур Ой, а сколько это? На 9 выносливости Да рота верна! Как выходные? Отлично А у вас ордес? Шикарно Жалючка у нас Так, поехали Вообще конечно Наверно мага надо было брать еще одну Но по идее, чтобы каждый милик просто есть уже Ну хотя это же не милик, а танк Чего понять наемника Так, сейчас чего? Давайте поговорим об этом, хорошо? Ох, наемницу лучницу Значит меняем на люшку Демонология ближний бой Спасибо Два этих эльфа что ли Два этих эльфа что ли Ой, тут же все сейчас тоже настраивать Нам полюбасно выносливость в 9, правильно? 100% Даже может 10 надо будет Тут конечно фиг знает что брать Навсегда увеличить силу атаки Вихрь надо взять Вот этот вихрь по-моему хороший или нет? Окружает вас ауры Потусторонняя энергия Которая постоянно наносит урон врагам вокруг вас Стоимость 7 здоровья 15 концентрации Оружие Вражеские существа в области Всегда получают урон В течении 15 секунд Что-то мало кстати урона получает 16 урона Так а в чем прикол второго апгрейда? Вражеские существа в области получают урон В области отдают 16 здоровья вам Прикольно Ну не знаю, пока не буду изучать Мне кажется очень мало этого урона 16 урона вообще, да? Тут надо брать ум Чтобы во всей этой прокачке разобраться Ой, это точно Фиг разберешь что Фиг тут разберешься вообще Нет, когда отдают, да Но у меня 9 уровня нет Мне тут главное вот до этого дойти вообще по идее Получает эффект Наносит урон чистый От оружия икс полтора Жертва Жертва частью жизненной силы Ради мощного удара Наносящего чистый урон На чистый урон Не распространяется сопротивление Офигеть И вешает слабость На втором уровне На минус 27 всех сопротивлений Блин Ну, мне кажется, вот так надо По-любому По-любому как-то так Так, ладно Ветки воинов, значит, нужна пассивка У нас здесь работа Начинает работать фигня, когда 33% здоровья То есть, когда мало хп И я хочу тут точно так же сделать Наносит выбранному врагу мощный удар с большим уроном Так, это нам не надо, у нас есть вот это Увеличивает урон наносимый человекоподобным гуманоидам Он неплохо, кстати Много гуманоиды Гномы же тоже гуманоиды, правильно? Так, увеличивает урон и вероятность блока при использовании двуручного оружия Вот это тоже надо, по-любасу Это берсерк у меня Типа демидж дилера Дает вероятность поразить Это как урам, помните? Из Палфорса оригинальная компания Которая третья Там урам был Он демонолог был с военной веткой Вот тут тоже самое, я считаю Он очень сильный персонаж был Поэтому я его сделал Правда тут немножко изменили, но суть такая же Усиление от силы атаки Можете из силы для всех способностей Что? Расправа Увеличивает урон от атак способностей каждый раз, когда вы убиваете врага По-любасу надо брать Это вообще офигеть Это еще и пассивка, прикиньте Ярость В течение короткого времени ваши удары задевает еще одного врага и могут сбить противника Кстати, смотрите, есть пассив, который вот это дает несколько целей вокруг И вот это дает несколько целей дополнительных То есть по идее он человек 4 может за удар ударить Плюс вот это человек 5 за удар он может ударить И это офигенный вампирик будет от вот этой пассивки Ой, от вот этой Вытягивает процент хп Люди трепещут при одном Ну нет, окажут А по факту опять какая-нибудь хрень выйдет Всевышний храмыч, мое почтение Ребят, кружки за Всевышний Скол Но вообще надо вот сюда, героический натиск Скорость передвижения дает А, нет, не героический натиск Вот это надо Преимущество Присяд, концентрация регенов в секунду О, еще и кровотечей накладывает Когда у нас мало хп То есть смотрите Вот эта пассивка работает при малом количестве хп И вот это Они обе скалируются Короче И вообще бомба Это здание сносит А тут все надо учить Вот что прикол Ну вот к этой точно надо идти У меня одна способность осталась На себя Область воздействия Повышает боевой дух О, я Ладно Позитивнее надо быть Ближайших героев Скорость передвижения В смысле, она хпня Скорость передвижения Повышает боевой дух Ближайших героев войск На время повышает вашу скорость передвижения Что такая херня вообще Военные юниты Герои рядом с объектом Блин Фигня полная На один чисто для того Чтобы к яросс Расправить прийти Я не буду юзать этот скилл Вихрь надо Ауешка Полюбас Вот все, вихрь Пара-пара Фух, ну что, сила увеличить? От силы у него все способности работают Ой, фиг знает, что я тут набрал Короче Опять какое-то дерьмо создал Стоп, выглядит охрененно Файер, файер А, да, у нас еще и нет Получается Блин, а если через ловкости сделать? Так вот Двуручные же есть через ловкость которые Они еще и шансблок дают охрененный Блин Поехали 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 Миссию А мне очень Нужно Прямо Записать И сделать Типа Если что Команду Типа Иван вообще Восемнадцать часов миссию проходил Вот так Так что все 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 Спидранда Вернуть Былую славу Все хуже чем я предполагала Я не понимаю Они действительно ведутся на эту ахинею Меня это не удивляет Калер Рорик не пользовался популярностью, он был плохим правителем, жестоким, непредсказуемым. Виндхольм пострадал от его правления, пусть и отнюдь не настолько, как это представляет Аракис. Вполне логично, что в тяжелые времена народ жаждет пришествия Избавителя. Нужно отправить посланника для переговоров. Возможно, вопросы уладятся. Мы уже пробовали. Стражники у ворота отправили дипломата обратно. Весьма недвусмысленно объяснив ему, что они не собираются больше выслушивать людскую ложь. Ага, понятно. Ох, балаболу эти люди, Аракис, да. Может, пускай гром сами найдут выход. Но они на нас нападают постоянно. Я бы, может, и сказал, пусть гром сами найдут выход. Но они же на людей нападают. На два нападения на Нортандер было. Кем бы ни был от жреца, его нужно остановить, он опасен. Постойте, генерал. Мы не отвечаем за то, что происходит в Винхольме. Стоит ли нам вмешиваться во внутреннее дело гномов? Дрейк, это уже второе нападение на Нортандер, и, возможно, не последнее. Я подумаю над этим проблемой. Сечет королев, сечет. Или я не знаю. Барда, как ты относишься к гномам? К гномам? Не как. Дворфу? Вот так. Так или иначе, вы неплохо показали себя, генерал. Я хочу, чтобы вы занялись еще одним не менее важным вопросом. Скадар? Да, буду краток. Я считаю, что создание, которое Рондер Лекайн принял за Аунира, пытается проникнуть в наш мир. Привет, Том. Здорово, Виллзакат. Здорово. С днем небесных фурий, ребят. Бог Света? Кажется, тебя это не удивляет. У меня было такое подозрение. Так, ладно, продолжай. Итак, генерал Эйрри, слышал ли ты о так называемом мозаике душ? Нет. Это такая структура. В каждом разумном существе есть искорка магии, напрямую связанная с архипламенем, источником всей жизни. Я заметил в его поведении изменения. Некоторую странность. Да перепройди, пастфандер великолепен. Да или подожди, второго он уже близко. Что нам известно о Боге Света вообще? Всем здравия, Новоксиос, привет. Ирия, наверняка, круг магов и ученых в цитаделе занимались изучением Бога. После войны верно? Что нам сейчас о нем известно? Очень мало. Он существует между реальностями и, проникая в мир, прожигает его безоставка. Пожирает. О нем упоминается несколько мифов и религиозных текстов раннего периода Эо. Другими словами, это очень древний Бог. У нас сейчас есть многообещающая зацепка, но о результатах пока рано говорить. А вот теперь мне по-настоящему интересно. Между реальностями? Их больше, чем одна? А да, я все время забываю, что об этом мало кому известно. Дело в том, что остальные реальности практически не влияют на наш мир. Людей волнует лишь то, что они могут увидеть своими глазами. Но да, реальности куда больше одной, генерал. Их миллиарды. Если уж на это пошло. Есть похожие друг на друга, а есть настолько чуждые, что наш разум не в состоянии их осознать. А как-то игра называлась, что ты в дискорде, кита, которая выйти скоро должна. Тейл Вар Тейлз. Обязательно поиграй. Она тоже пошаговая, только она как Баннеру, как Браткик, если ты играл в Баттл Бразерс. И плюсы, как Баннер Лорд, вот этот вот, который Маунтен Блейдс. Типа, вот смесь между Братками, тактической игрой и Баннер Лордсом. Вообще клевая. Но это сложная тема. Если тебе интересно, можем вернуться к ней позже. Как ясно. Откуда тебе столько известно об этой мозаике душ? Ну, видишь, я специалист в этом вопросе. Прежде чем стать искнальником, я занимался, как бы это сказать, неосъязаемыми составляющими жизни. Жизнь, смерть, чудо сознания, природа, реальность. Мир не ограничивается лишь тем, что мы видим. Это достаточно обширная тема. Возможно, но у всего схожая природа. Все это феномены, которые нельзя изучить с помощью простого наблюдения. А что за странность? Какую странность ты заметил? Сложно описать. В рамках той же метафоры можно сказать, что если каждое живое существо огонек в пламени, то вся жизнь вместе взятая, подобно миллионам огней во тьме. В последнее время огни стали исчезать странным образом. Иногда сразу целыми участками. Это сражение? Битвы уносят жизни одну за одной, быстро, возможно. Но не по многу одновременно. Все выглядит иначе. Представь себе. Представь себе. Что это было? Что это? Что это было сейчас? Эвил Закет, ага. А, это стикер, блин, я вообще забыл о них уже. Спасибо за бицей. Блин, офиге, так прикольно. Жалко, что я не вижу. Ну, то есть, у меня тоже не вылазит. Дикая единорожка, да. Вообще, стикер прикольно, на самом деле. Мне понравилась сама тема. Так, представь себе 50 свечей, стоящих рядом, и представь, как все их одновременно гасит огромная рука. Но почему ты считаешь, что эти исчезновения имеют какое-то отношение к Богу Света? Трудно объяснить, это не специалист. Грубо говоря, картина похожа на то, что происходило с мозаикой душ, когда Рондор Лекайн создал разрыв, чтобы спустить Бога Света в наш мир. Как будто что-то сдвинулось, но в тот раз сдвиг ощущался, словно землетрясение. Эти же исчезновения более похожи на легкую дрожь. Ладно, понятно, что нихрена не понятно, да? Спасибо большое, Кэт. А за этими исчезновениями не могут стоять гному, случайно? Этот верховный иерофант, арахис. Сильно сомневаюсь, гномам доступна лишь магия земли. Да и если бы они смогли повлиять на мозаику душ, я не понимаю, что им это дало бы. Я не утверждаю, что ты ошибаешься, просто считаю, что это маловероятно. Так, а тот бесчувственный гном в Индвале? Жертва подобной странности? Он выглядел, словно душа его покинула. Да, у меня возникло тоже подозрение. Хотя частички души в нем еще сохранялись. Другими словами, непонятно, есть тут связь или нет. Но почему ты ничего не сказал? Потому что это была гипотеза, и пока Гейн и остается. Кроме того, мы не расследовали исчезновение душ, а пытались разобраться со спятившими гномами. Это правильно. И ты здесь, потому что хочешь остановить. Я взял на себя смелость предположить, что мы все этого хотим. Так что да, для тебя, для тех, кому дополнительный стимул, я полагаю, что эти исчезновения помогут нам найти ответ. Еще один вопрос. Гибель Тахара. Как мы это выясним? Ну, подумайте, Тахар погибает, расследуя слухи о каких-то исчезновениях в маленьких деревнях, верно? Так вот, я совсем недавно был свидетелем исчезновения душ в Ларе, в Царстве Темных Эльфов. И ты думаешь, что эти два события как-то связаны? Этого нельзя исключить. Даже если они не связаны, Скадар прав. В наших интересах изучите эту угрозу. Генерал Эйреф, вы с Волчьей Стражи направитесь в Ларе и изучите последний случай исчезновения душ. Попытайтесь выяснить, что там произошло и имеет ли к этому отношение Бог Света, а возможно даже и Тахар. Рейд Скадар со своими наемниками отправитесь с вами. С наемниками? С черным отрядом. Что за черный отряд еще? Зачем нам вообще на ебки? Волчий Стражи достаточно, солдат. У меня есть основания полагать, что для выполнения задания потребуется специфический набор умений, которых нет у твоих подчиненных темно-эльфийских умений, так сказать. И не беспокойся, у меня есть личный интерес в этом, чтобы этот вопрос был решен. Поэтому расходы я уже взял на себя, по крайней мере на это задание. Так всем будет лучше. Пропустите Норт-Андерский батальон на территорию темных эльфов. Та еще дипломатическая задача. И если же это просто наемники, никто не докажет, что они работают на нас. Так как в Украине, да? Почему ты не обратился за помощью к своим сородичам? Потому что он изгнанник. Это так. Я отказался от своего места в Царстве Высокого Отца. И я был бы рад разобраться с этой угрозой самостоятельно, но у меня не хватит сил. Поэтому я пришел просить помощи. На уровне Пиларса вторых? Пасфайндер? Нет, ну конечно не на таком уровне. Тут в плане стратегии лучше, наверное, сюжет, который только есть. Он очень обширен. Но в принципе, да, тут по идее, да, как Пиларса. Как Пиларса, да? Здесь очень хороший сюжет. А, что-то подвижется, а? Признайся. Поскольку конец света затрагивает меня так же, как и всех вас. Я не идеалист генерал, но угроза слишком велика, чтобы закрывать на нее глаза. Так почему ты оставил свой уродин? По причинам личного характера. Сейчас я высморк в связь, извините. Постоянно насморк тебе вообще. Пять сек. Пять сек. Пять сек. Пять сек. Пять сек. Пять сек. Да, кстати, портрет мне его тоже. Я его еще читаю, но озвучиваю так, типа, как змея. Такой, типа, темный эльф. Пытаюсь, по крайней мере, мерзавца такого сделать из него. А может, он действительно добрый, фиг его знает. Может, он правда... Ну, он не добрый, он просто не хочет умереть вместе с миром, типа того. Лоленька, доброе утро. Так, могу тебя понять, это важно. Мы можем тебе доверять? Откуда мы знаем, что тебе доверять можно? У меня нет причин обманывать вас. У меня вообще ничего нет, генерал Эльф. Я изгнанник. Я ни с кем не связан. А, нет, ДНД сейчас у нас 101 не может, то другой, то третий, как бы. У него весьма сложная судьба у этого дро. То есть, не надо сразу считать, что он плохой. Можно мы узнаем, кстати, мы 100% узнаем, раз ты говоришь. Судите меня по моим деяниям. Справедливо, кстати. Так, не рискованно ли отправлять в волшую стражу расследовать исчезновение? Рискованно. Тем больше причин быть бдительными. Так, что если все это дело рук праведного света? Душу исчезновения, тахар? Такое возможно. Хотя лично я не вижу, как они могли все это устроить. Кроме того, они хотели открыть двери в мир для Аонира, а не для Бога Света. Возможно, теперь они поклоняются новому богу. Я в этом сомневаюсь. Но скоро мы во всем разберемся. Так, ладно, что это за черный отряд, вообще-то, по которому ты говорил? Темные эльфы, бывшие солдаты царства. Они в этом деле недавно. Но их предводитель, мой старый знакомый, я уверен в их надежности. Фига, у него еще и знакомый предводитель элитного отряда темных эльфов. Он непростой чувак. До деревни примерно неделя пути. Так что вам и черному отряду следует выступить как можно скорее. Отправляйтесь туда и выясните, что там произошло. Аудиенция окончена. Торгуясь, можешь торговать сегодня. Какие у вас планы на сегодня, ребята? В воскресенье. О, кстати, еще кое-что. Генерал, есть успехи в поисках, вошедших? Есть. Они знали вашу сестру. А не знает, что с ним случилось? Она погибла смертью храбрых. Да, у нас есть вариант, как сказать вам правду или приукрасить. Но я считаю, что действительно нет смысла человеку расстраиваться, если все равно уже ничего не сделать. Она погибла смертью храбрых. Она помогла бежать беженцам. Некоторым удалось выбраться, но она осталась, чтобы помочь остальным. Это на нее похоже. Значит, она все же мертва. Вы надеялись, что она все еще жива? Нет, возможно. Знаете, бывает, что сам не знаешь, пока дело не дойдет. Иногда это так и выглядит. Наверное, надеешься на лучшее. Даже когда здравый смысл говорит иначе. Самообман, это ведь только тогда, когда ты на самом деле ошибаешься. Спасибо я вам, генерал. Осознание, что она спасла людей успокаивает. Прошу меня простить, мне нужно побыть одному. Да, разумеется. Сожалею ваше утро. Благодарю, свет яры, генерал. Так, награды, награда. План на воскресенье пережить учебу на 5 часов по скайпу. Ого, воскресенье учеба. Фига себе. Что это за кольцо без статов вообще? Автоматические атаки наносит урон магии. А урон от магии. Ой, защита от магии. 3000 золота. 10 концентраций, кстати, клево. А так кольца на твои умения? Чего? Запас шум порошка. Кольцо вихрей. В смысле? Кольцо оздоровления плюс 50 здоровья. Ничего не понял. Кольцо защиты. Признак приверженца Аунира. Светоносец заботился о своих верных последователях, одаривая их жизненной силой и энергией. Да, жара какая-то вообще бесит. Настрой прохладненький сегодня. Ветер фигарит, жесть. Шум порошка это на ослепление в хитрости. Так, давай глянем. Ослепительный свет. Это не шум порошка. Кольцо вихрей, кольцо защиты. Вы чувствуете, как ветер усиливается, а ваши шаги становятся легче. Конечно, замыть в небо вам не удастся, а вот частям ваших противников запросто. Ну, вихрь я понял, что я крутилка. И что он будет усиливать? Как узнать вообще? Такая сложная тема. Ну-ка, давайте сохранимся. На 30% скид повышает. Офигеть. Это же классно, да? Ну, а кольцо защиты тогда что? У нас нет такого, да, скилла? Минус 4 магия. Может, ему кольцо дать на защиту от магии? Мне кажется, танку зайдет кольцо от магии. Он все-таки должен держать удар. Или 3000 взять, на пофиг. Купить что-нибудь там. А кольца повыбиваем потом. Синий все-таки, пофиг. Мне сейчас бабло нужно. Сейчас закупать смотки. Так, ну ладно. Как же сложно выбрать. Непонятное описание вообще. 3000 возьму, блин. Сейчас важнее деньги. Доброго времени суток, Крис. Да, здравствуйте. Так, мне надо поговорить со спутниками. Сейчас. Может быть, или что-нибудь скажет. Она необычно так и рассказывают после нескольких сценок. Не знаю, правильно ли я сделал, что взял. Просто мне кажется, 3000 это больше, чем цена синего кольца. Которые обычно копились у меня пачками в прошлой игре. И я их продавал все. Генерал, я как раз надеялась, что ты заглянешь. Есть минутка поболтать? Конечно. Что такое? Я хотел извиниться. Что было, ну, столь холодно, когда ты тут появился. Я просто... У меня тахар все из головы не идет. Я так скучаю. Могу представить. Какие между вами были отношения? О, нет, нет. Мы не были вместе. О, кто это у нас тут? Картон, кстати. Вот так должно было быть. Сайберблэйдфиш, приветствуем тебя в нашей таверне. Угощайся Элем, будь как дома и приятного просмотра. Надеюсь, тебе у нас понравится. Ну, а первое за счет заведения. Ребят, налить пара кружечек за знакомство. Всем небесного утра, фурии. И не фурии. Здравствуйте, Грин, здравствуйте. Аркард, да. Скажи, генерал, у тебя есть кто-то, кого ты назвал поднастоящим другом? Тот, кто понимает тебя, кто никогда не бросит тебя везде. Конечно. Адью. Я так и думал. Тогда ты знаешь, насколько редкая и цена такая связь. В первые месяцы после войны мы собирались поговорить, долго беседовали. Иногда за кружкой Эля, иногда просто гуляли по крепости. Впервые в моей жизни был кто-то, которому можно было все рассказывать, не ожидая ни осуждения, ни скороспелых выводов. Так трудно найти того, кому можно просто довериться. И кто бы мог тогда подумать, что Тахар еле держится. Значатые кошмары, галлюцинации, панические атаки, наркомания. И не только. Как бы ты чувствовал себя, если бы тебе пришлось убить собственную мать, только узнав, что она жива. Тахар был травматизм. Ты хочешь сказать, что имело место тяжелая травма? Да. Но это было мало кому известно. Все остальные были уверены, что во главе волчьей стражи, герой без страха и упрека. Но я не была в их числе. Так что когда у нас дошли вести об исчезновениях, а героя воин праведников, поступило предложение разобраться, и я сразу сказал, что это плохая идея. Решение было необдуманным, принятым в спешке. Я открыто об этом заявила. Последнее, что мы сказали друг другу, были обидные слова. И от этого, от этого мне еще тяжелее. Мне нравилось ее лицо раньше больше. Тут она какая-то вообще не такая. Думаешь, смерть стала последствием травмы? Стала ли травма причиной неразумных поступков? Думаю, да. Сорвался, в общем, сорвался. Тебе приходится нелегко, мои соболезнования. Для того, чтобы не было, я знаю, что это значит, потерять кого-то. Спасибо. Спасибо, я это ценю. Ладно, прости за монолог, наверное, я хочу сказать вот что. Если я снова начну себя вести как несговорчивая принцесса, то, возможно, мне нужно просто больше времени, чтобы все пережить. Я понимаю. Генерал, можно еще кое-что спросить? Да. Что? Ты постоянно носишь этот перстень. Чем он особенно? Возможно, я не права, но у меня складывается ощущение, что он, не знаю, важен для тебя. Но мне его подарили еще в Эмпирии. Понятно. Прости, я не хотела показаться и назойливой. Да, нормально все. Ничего страшного. Если что-то интересует, спрашивай. Ты можешь спросить мне что-то. Ой, как ты. Ты пожалеешь об этих словах. Полагаю, скоро увидимся, верно, генерал? Спасибо, что уделил мне время. Так, ну все, отправляюсь воевать, короче. Это надо запомнить, полагаю. Полагаю, 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 общаемся потом, хорошо. Суровый чувак. Как стратегия, похоже на Warcraft? Те же кучи по 20 юнитов или Stronghold больше. Ой, тут Age of Empire на больше, куча войск non-stop. Здесь лимит больше 200 человек. В Warcraft сколько? Я помню в Warcraft, не видел армии по 200. Или Starcraft, наверное, второй больше напоминает. Да, больше, наверное, Starcraft. Все можно, да, тут шмотки, билды, все делаешь, меняешь, все настраиваешь, билды, выбираешь из разных веток, киллы и характеристики. Есть все вообще, просто все. Стой близко. А, подождите. Да, приди близко, я уверен, что я имею в виду, что ты имеешь в виду. А, он чисто для дворфа, знаешь, да, продает, понятно. Вон, опять же. Что это? Вот это. Сегодня что новое. Дай. Так, нам что надо сейчас делать? Нам нужно снарядить нескольких воинов, да? Да, да. У них одно имя, так и есть. Так, значит, здесь оружие нужно какое-то, милишное, да? Здесь щит нужен какой-то. Здесь вообще все нужно. Блин, жесть вообще. А вот как раз роба продаются и посохи, да? А, подождите, посох есть у вас. Блин, вообще нифига нет. Да. Взял вообще броню над ворфа. Блин, нафига я взял броню над ворфов тяжелый, вообще к людьми скажет. Такая жесть. Нахерена. Нахерена. Просто, блин. Ни одной шмотки нет нормальной. Я беру броню над ворфов тяжелую. Ты ничего не покупал? Блин. Ну ты на легком играл, конечно, ты ничего не покупал. Все. У меня вам всем будет что сказать. Одному буду сразу отвечать на любые эти. А ты вообще 18 часов миссию проходя? А ты вообще на легком играл? Все, короче. Еще вопросы. Вот это нормально, да. Ну, белую робу беру. Все деньги улетают вообще просто. Так, суть белой магии. В единстве с природой, эта мантия упрощает своему владельцу задачу, фигурально выражаясь, разумеется. В смысле, бонусов никаких, что ли? Да, голову полегче вся. Так, теперь. Кстати, тут я не на легком играл. Опа, на. Ладно. Все, понял. Молчу, торчу, вообще, чухан. Все, простите меня, пожалуйста. Блин, ну вот это классная штука. Двойная, но... Может, надо было ловкость вкачивать воину? Просто шанс блока дает. А дурочки не дают. Вот эти шкуры все продавать или нет? Что с ними делать вообще? Пока поняли. Так у меня оружия нет вообще. Просто нет оружия, вообще никакого. Просто нет оружия, понимаете? Где взять пушку? Так я не нашел ничего, мне не выпало. Тут рандом же при дропах. Нет оружия, купи Скайрим, блин. Точно. Блин, они все на ловкость в двуручной мече. Если цель большая, увеличить урон на атаки на 100. Посох, двуручная, на ловкость тоже. Сейчас даже есть 10 шанс блока. Уфига себе, скорость атаки 40. Ё-моё. Фламберг, меч необычная. Фламберг, меч необычная, понятно. Блок 7% шанс крита. Урон. После успешного критического удара воздействуют на цель вражку. Что получает вялость. Прикольно, минус 24 силы. Меч клеймор двуручная, на ловкость. Блин, все на ловкость реально. 0,36, 0,36, 5,7, 5,7. От статы одинаковые, просто разные эти. Тут тоже ловкость 2 на. Да ну нафиг, что за приколы. Что делать-то вообще? Эффект вялость, да. Да блин, это жесть какая-то. Меч двуручный, фламберг. Тоже ловкость на. По големам бьет вдвойне. Урон атак на 50. Если цель драконита, то есть урон на 50. После успешного критического удара воздействует на цель. Блин, ну где мне взять 2 ловкости? Это же права какая-то. Взять молот на пофиг и все. Двуручная палец. Топор двуручный. Слабость, минус 49. Вот. После успешного крит... Вот, все, беру вот это. Нормально вообще. Красивенько. Почти Скайрим. Так, главный герой, что-то там есть вроде на нем. Я вот даже сказал, дебас, понедельник, по пятницу. Да, да, да. Фиг, вялость. Снимак на концентрацию купить. Почти просто ноль шмотан. Но мы ее и не будем собрать. Блин, вот ему тоже пушку надо дать. Щит надо купить, е-мое, сколько у нас осталось. Щиты есть, щиты есть. Axel Dagger Swords. Щит на дасты. Блин, щит реально тоже не выпало. 10% щит. Что за щит вообще? О, щит. Вот, что это. Арморки, щилки. Щилки. Ага, нифига нету тебе. Схема. Так, погодите-ка, че за фига? А, вот снизу торгуешь. Ха, вот, держи. Спасибо, Лоль, большое. Сколько процентов там, этот блок? Блокировки, сколько процентов этого счета? Ого, надавали, что в две руки сразу хочу. Во, вот это прикольно. Блин, блин. Знаете, рофл в чем? Боже мой, какая жесть. У меня щиты силу почему-то требуют на невыносливость. А в прошлой части требовали. Ой, боже мой. Какая нахрен сила для щита? 23 шанс блока, нужна сила. Какая щит? Какая сила? Всегда же выносливость требовалась. Опять грязь отворила. Все переделывать, начиная с начала. Да это жесть какая-то. Это жесть. Ну а на ловкость тоже щиты есть. Что за щиты на ловкость легкий щит наставника? Усиленный легкий щит, 18%. Ну хотя бы может его взять, ловкость 5. Блин, ну просто сама суть. Вот я хочу объяснить вам. Когда ты качаешь ловкость в этой игре, у тебя увеличивается шанс блока. Понимаете? Да нет, ну так суть-то в чем, смотрите. Вот я буду качать силу, у меня шанс блока даваться не будет. Качаю я ловкость, допустим, на 10. Ну или на 8. Мне 8% блока даст. Те же самые. Вот у меня сейчас 18 плюс 4 ловкости. По факту отнимаем 4% От 4 ловкости отнимаем 4% вот здесь. Те же 21% получается. То есть я вообще не понимаю. Что-то какую-то они херню сделали, ничего не понятно. Все, в общем, пошли. Пошли умрем быстро, да по новой создавать перс. Что-то вообще жесть. Вчера тоже смотрел от чувака запись какую-то. Я болею, ok, отжимания. Я же болею. Вурфинг. Не, надо возвращаться к отжимания. Ой-я. Ладно, позитивно. Сейчас Агрес, все кихи сдохнутся. 10 или 20 минут чел все настраивал. Там кнопки и так далее. А потом просто пошел и 20 минут дохло на первых мобов, которых я тоже дохло. Я так понимаю, понимаю. Вот то, что я тебя скидовал манавар. Полис там какой-то или испанец или итальянец. Язык непонятный. Такс, такс. Ирия, давайте, до свидания. Такой, не берет меня, подонок. Руки еще, да, и так. Прикольно сделали. И она совершила все РПГ-карты тоже что. Ну ничего. Не переживай. Блин, это жестко вообще выглядит. Он мне напоминает из Dark Souls. Там такие были, типа, чуваки. Големы, типа, такие. Здоровые. Да, да, в Драгонезе еще и ругались. Кстати, и надо было добавить. Какое-то что-то. Я помню, там, Морриган такая, что огонь зажигала, да? Блин, вообще офигенно так было. И там пламя разбиралась. Задание. Пробиваясь сквозь камень. Сон? Опять что-то? Этот раз что-то изменилось. Ты? Как это неожиданно. Что ты имеешь в виду, блин? Я сам в шоке. Ты сотни раз приходил сюда, но твое сознание ни разу не пропустило тебя дальше. Но вот ты здесь, и в этот раз что-то изменилось. В чем же дело, интересно? Неужели ты, наконец, перестал бегать от собственной тени? Я понятия не имею, о чем ты говоришь, призрак. Но давайте прекратим эти глупости и продолжим путь к деревне, хорошо? Орки нас ждать не станут. Как скажешь, генерал. На чем остановились? А, да. Мы с вами направлялись к этому вашему полковнику Рикусу и Кавилу, чтобы организовать оборону деревни. Чтобы не попасться оркам, которыми вы велели разобраться моему сыну Кирану. Мы пошли по тайной тропой. Вперед, генерал. Шагайте смело. Мне кажется, я большую ошибку взял кольцо на множестве сил и всех способностей. У меня способностей-то боевых, по сути, ноль. У меня все на фиссурон чисто. Зачем я взялся? Я чисто вот из-за бафа. Кстати, почему у меня не на основной панельке? Как панель общей сменит. Почему у меня? Должна признаться, я понимаю, почему вы... Мой сын восхищается вами, генерал. Вы хороший лидер. Что навело вас на эту мысль? Но вы не боитесь рисковать собственной жизнью ради общего дела. Вы могли бы остаться на Ванпосте, но не стали ради нашей деревни. Поступок достойный великого лидера. Горона на этот счет, своя точка зрения. В каком смысле? В империи сейчас служит еще один ортандерский генерал по имени Карус. На прошлой неделе корона решила повысить его, а не меня. До генерала-майора. И это при том, что он вообще ничем путаем не занимался. И только в инстаграм фотки выкладывал. И вообще женщина. О, сочувствую. Ладно, ничего страшного. Это всего лишь мысли вслух. Что у нас здесь? Хорошо. Теперь нам нужно лишь идти по дороге до самой хранителя. Вы это видите? Он мертвый орк. Как он оказался так близко к деревне? Генерал, я не понимаю. Вы же сказали, что они не придут до наступления ночи. Наши разведчики уверяли, что не должны. Простите, я сам не очень понимаю. Но это все равно не повод для паники. Основные силы вряд ли еще перешли к Красный Хребет. Но даже если и перешли, то полковник Рикус уже на месте. Но все будет хорошо. Также, где деревня? Не будем зря терять времени. Хорошо, хорошо. Я покажу. Идите за мной. Здорово, водка! Идите за мной. Я иду первым. Короче, мне все равно в этой части нравится, как луки выглядят по своим с прошлым. Я хочу вам показать. А, я продал этот говно-лук, который из прошлой части. А еще один барьер. Ну вот, я так и знала. Что? Как будто я тебе не говорила. Трус из твоя, да. Тебе удалось немного прокопать, но... Кажется, ты пока не готов к встрече с покойниками. Но я понимаю, Эйриф. Мне на твоем месте тоже было бы страшно. А теперь уходи. Пора просыпаться. Тут какая-то вообще много сюжетной... И участок всего. Прослушившись посреди ночи, вы резко вскакиваете. Вокруг тишина, которая нарушает лишь стрек оцикад и потрескивание жаровней. Ну и генераль... В генеральской палатке. Вздохнув, вы снова опускаетесь в постель, пытаясь понять, что же это было. Через час вы снова встаете под первой трели дроздов и крики фазанов. Ну и выходите прогуляться по еще безмолвным лагерям. Ранним вечером того же дня отряд подходит к границе Ларских болот. Если верить картам, деревня совсем близко. Вот мы на месте, это Ларские болота. Ой, все, Spellforce говорит. Из какого темного чулана откопали эту игру? Это не the most. А, так смысл офигенная игрука. Есть причины, что дарк элфы сеттят в кави. На крайне высокие оценки. 97 баллов у игроков. У игроков, хочу заметить. Не у всякой там купленной прессы и так далее. То есть просто игроки оценили крайне высокую игру. Чем она плохая, не знаю вообще. Не самое приветливое место. Почему вообще темные элфы решили жить в пещерах? Пещеры легко оборонять. По моим данным, исчезновение душ случилось в небольшой деревне в глубине болот. Ее нет на карте. Но мы уже недалеко. Передагая взглянуть на нее, а черный отряд тем временем разобьет лагерь на юге. Не, не, ванила не оценена. Ванила на 70, по-моему, или на 69 оценена. А вот это на 97. Делси, Soul Harvest. Ну, справедливости ради, в третью я не играл. Но первый и второй не осилил. Оба начинал, оба бросил. Ну вот, справедливости ради, как раз первая и вторая, это вообще легенды эталоны. Которые все люди считают просто шедевральными. Ну, первую, по крайней мере, вторую. По-разному. Второй чуть хуже, но тоже говорят, что просто топ. Но тут суть в том, что у всех свои вкусы и все. Я люблю стратеги РПГ. Генерал. Что? А, да, конечно, прости. Я плохо спал, всего лишь. Я в курсе. Выдвигаемся. В смысле, в курсе? Его не заинтриговало то, что? Блин, почему как панельки сменились? У меня же на других скиллах было. Фигня какая-то. Оу. Шнайдер Электрикс. Добро пожаловать в нашу таверну. Спасибо за фоллоу и приятного просмотра. Надеюсь, вам у нас понравится. Ребят, кружечки в чат за знакомство. Ну, или кружка смайлик хаит, так всегда. Усиление. Можно бафнуть, кстати, есть что. Ама не любит еще арбалеты. Мы это знаем. Не рассказывай только никому. Так. Высасывалка жизни. Баф. Супер баф. Камень. А можно и на вторую панель поставить. Да, арбалет тяжелый. Удобно по голове. У меня, кстати, два бафа есть. Это круто. Я могу сразу двух лучников забафить. Ну, один на себя будет кидать целый баф. Вихрь. Две пожиралки. И супер удар. А вообще, на самом деле, вот эти скиллы можно вниз поставить. Они могут быть и на второй панели. Баф мне не нужны здесь. Это тоже, по идее. Мне нужны только... Скиллы, которые я захочу по области использовать. Это я также на кого-то смогу юзать. Это передача маны. О, левел, кстати, дали. Офигеть. Эф5 надо сохраниться. Так, аммония. Что ж ты будешь качать-то? Да-да, все мы знаем про тайные арбалические наклонности. Но знаете, молчите, чего такого-то. Знаете, молодцы. Зачем вам всем-то про это говорить? Так, дальность стрельбы прокачать. Хотя, ночка нужна с другой стороны. Для стрел, но еще рано, девятый уровень. Не имеем. Дальность атаки. Дальность, видимость, дальность. Так, херня такая вообще. Пассивку смогу ли я использовать? Нет, потому что мне надо скилл юзать. Блин, реально не знаю, что качать. Шанс критов качать. Блин, ну ладно. Рикошет в принципе надо, чтобы потом огненные стрелы были. Вот здесь потом скорость таки. Но это я знаю, что будет. Я просто это. Она будет потом. Очень-очень не скоро. А стрелы мне нужны взрывные. А уешать, чтобы они хорошие. Стрелы хорошие. Так, сила воли, да, вот от этого. Сила воли. 63% шанс крита. Блин, а ловкость урон чисто дает. Но мы ради бафа идем. 68%. Просто, прикиньте, 68% шанс крита. Я вообще офигею. Невероятно. Так, исцеление. Исцеляющее. Исцеляющее исцеление. Иду к воскрешению. Берем дополнительный скилл на урон. Сбивает касс, кстати, да? А, нет, не сбивает. Но кулдаун быстро, 3,9 секунд. Еще силу воли качаем, потому что все от силы воли у меня стакается. Хилл, 265. 282. Хорошо. Так, воин. Воин. Можно ловкость на один скачать, тогда я могу мечи использовать на ловкость. Но не буду делать этого. Не хочу, не буду. Вихрь второго уровня кровотечение накладывает. Вот это... Или, блин, двуручники. Если вы используете оружие, тебе двуручник увеличит урон на 5% вероятность блока на 5. Чекаем. Супер вообще, офигенно. Ну, тогда надо силу увеличивать. Так, ну и танк. Ему надо ловкость до 5. Тут вообще не знаю, что взять, на самом деле. Вообще не знаю, что взять. Начинаю качать вот этот невостреничивость. Иммунитет к очищению будет, а потом иммунитет к немоте. Замедло, я думаю, пока не надо. Так, и после того, как мы ловкость скачали, мы можем щит напялить вот этот. Странный, странный щит, но дает 18 блока, и этого 26. Да, пойдет, короче. 26, конечно, полная херня. А, у меня на F5 сохранение работает. Здесь же не на F5, здесь же надо Ctrl F5 нажимать. Все, поехали. Рели, да. Хорошо. О, хилочки. Ой, чё, не просто так. Хилки сразу дают. Карта, кстати, большая. Ралсейн! Пилы, мальчики! Блин, однокровные! Ой, погоди, мы не причиним вам вреда. Мы... Будьте! Вот так вот, да, всегда. Будьте близким. Как всегда. А почему я не могу забафать? Если не на панельке стоят скиллы активные, я не могу их использовать. Только пассивки можно на второй скилл ставить. Ё-моё. Ну, как всегда, блин, фейл сразу. Сразу фейл еще не начали. ДАК. Офигеть, 618 урона. Нафиг, это хил, прикиньте. Это хил просто, 618 урона. Это справедливо вообще? По-вашему? Нет. Вообще не справедливо. Правый аншот, 928 урона. Нет, что это? Да хантяры. Почему, почему они на нас напали? Кто они вообще такие? Лазучки, силы темных эльфов. Плохо дело, нужно поговорить с выжившими. Вы видели вообще хил, ты мажен? Что у нас здесь? Эх, ты в порядке? Выжившись смотрит сквозь вас невидящими глазами. Израна на ноге сочится кровь, но даже если он не испытывает боль, не подает вида. Странно. И даже не кажется, что он нас вообще не замечает. Правда. Рей, ты что скажешь? Он пуст. Что, прости? Кто-то, кто-то вытянул из него душу. Очень интересно. Очень интересно. Как ты это понял? Я же говорил, это моя профессия. В обычной ситуации в каждом живом существе есть огонек, который гаснет, когда внешняя оболочка прекращает жить. В этой же оболочке в порядке, но внутри нее пусто. Как тот гном, что ли, Виндваль? Не совсем. Не совсем. В Виндвальском гноме еще осталось немного души, словно она погасла лишь частично. А этот опустил окончательный бесповорот. Думаешь, виноваты темные эльфы? Во всем виноват темные эльфы, конечно. Это наиболее очевидное объяснение, правда? Остается вопрос, как они это сделали. Я ничего подобного никогда не видел. Другими словами, кто-то украл его душ. Да, его наполнение. Он не слышит, не чувствует, не думает. Кто-то превратил его в пустую скорлупу. Тогда, полагаю, мы напали на след этих исчезновений душ и того, кто за них в ответе, верно? Возможно, но не будем спешить с выводами. Посмотрим сперва, что случилось в деревне. Согласен. Вперед. Что происходит? Хранитель, что это было? Он превратился? Да. Ты хочешь сказать, что кто-то, кто знает о нашем присутствии, превратил его в это сознание? Скорее всего, тот же, кто похитил его душу. Генерал, мы должны как можно быстрее найти эту деревню. Согласен. Будем на чеку. Рэйт, я подумал, возможно, это какая-то мутация кровного жара. Телепатия, похищение разума, есть общие черты, правда? Нет. Почему ты так в этом уверен? Потому что я тщательно изучил кровный жар после того, как он лишил меня семьи. Он тут ни при чем. Пойдем искать деревню, ладно? Хоть болтать. Так, бафы надо бафы. Что убрать на вторую тогда панельку? Мне что-то очень много баф, все они нахрен не нужны. Слушай, ну это фигня, столько скиллов. А, можно Shift-Control нажимать и тогда бафать. Слушайте, да. Капец тут управление, конечно. Дорог, дорог. А это что такое пляж здесь? Дорог, 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 дорог. Что ты требуешь? Ну, не добили, кстати, лучник. Фига пробивает. Ого, хорош хил. Да, не хватало мне нормальных персонажей. Ладно, посмотрим поближе на это. Ого, здесь. Тут сейчас стратегия начнется, что ли? Дыхание Тиар, их всех осушили, да. Опустошили. Все, как я и ожидал. Да, один из них все еще жив. Офигеть. Свет! Напитать свет! Черное создание принесет ковчег. Странно, Рейд, он тоже пухнет? Нет, его душа на месте. Значит, его состояние должно быть иное объяснение. Это выражение лицам незнакомо. Что бы тут ни произошло, для него это стало слишком сильной травмой. Его разум не выдержал потрясения, он в глубоком шоке. Но почему тот, кто забрал душу в всей деревне, не тронул его? Хороший вопрос. Как тебя зовут вообще? Как тебя зовут, да? Свет! Напитать свет! Черное создание принесет ковчег. Что здесь произошло? Свет! Посмотрите вон. Если попробовать... Вы это видели? У него шрам на лбу. Нет, когда... Слово. Сэмса. Сэмса. Самса. Так его зовут? А отец? Это... Это ты? Когти нора. Он думает, что... Подыграем он. Да. Да, это я. Это я, Сэмса. Они... Они их забрали, отец. Они забрали их всех. Напитали ими ковчег. Кто это был? Темные эльфы? Пожалуйста, расскажи мне, что здесь приключилось? Я... Я не хочу. Я должен знать, что я сделал, тогда я смогу защитить тебя. Это... Это тем утром случилось. Было холодно. Я на площади был, потом пришли те в масках. Все их перепугались. Головой у них была женщина. Но она тоже была в маске. И никто не видел ее лица. Она велела всем собраться на площади. Сказала, будет объявление. Никто не хотел. Но у них были мечи, так что все пришли. А когда все собрались, она... Подняла свое зеркало. Зеркало? Ну, может и не зеркало, но оно так сверкало. Она его... Называла ковчег душ. Некоторые совсем напугались и бросились сбежать, но солдаты их не пустились. Потом она сказала, что все должны напитать свет. И ковчег начал светиться. А потом стал поедать людей. Это было ужасно. Но они не прекращали. Не прекращали. Потом все закончилось. И все замолчали. И я замолчал. Женщина посмотрела на ковчег и ушла. Женщина, мы ей должны найти ее. Любое изменение встречает сопротивление. Теперь я знаю его лицо. Это ведь о тебе он говорил, правда? Выкладывай, что происходит, и поживее. Кто ты такая? О, я всего лишь служу высшему благу. Как и ты. Я предложила бы вам сдаться, но что-то мне подсказывает, что вы откажетесь. Посмотрим, из какого вы тесны. Хоронители. Как-то были такие. Они сражались, словно нормодержимые. Чем не могу исцелить-то? Спящие. Что за спящие-таки? Элитные воины темных эльфов. Убийцы-менталисты. Их выбирают в юном возрасте и готовят в особых приютах, известных как родники. Там их систематически калечат психику, чтобы раскрыть их способности. То есть они плетельщики снов? Вроде того. Это боевые маги, которым неведомы эмоции. Женщина в маске, их предводительница. Тоже из этих магов. И весьма могущественная вдобавок. Почему она не превратила жителей здесь? Как того, христианин? Хороший вопрос. Возможно, хотелось сберечь их оболочки на будущее. Нам определенно стоит быть осторожнее. Ты уверен, что это спящие? На все сто процентов. Они намеренно калечат детей? Я правильно услышал? Да, плетение снов так устроено. Никто не знает, что именно с ними делают, но ходят слухи, которые тебе, наверное, не стоит пересказывать. Что там? С ночи, что ли, пришел? Засыпаешь. И остальные с этим мирятся? Знают и ничего не делают. Это считается за честь. Разумеется, это не означает, что матери, отцы и питомцев, родников не пытаются иногда их освободить. Кто стоит за этим? От лица царства темных эльфов. Думаешь, они действуют от них? По поручению высокого отца, то есть? Нет, это вряд ли. Зачем бы высокий отец приказал им уничтожить собственную деревню? Но мы все выясним. А пока следует готовиться к бою. Я сомневаюсь, что спящие были единственными воинами этой женщины в маске. Хорошо, тогда будем надеяться, что твои наемники уже... Павон, Келвир, это кто еще? Вы смотрите. Какое живописное местечко. Что тут произошло, генерал? Мы слышали звуки Бора. Бот отключен? Почему нет? Кто ты? Кто ты? Я Павон Келвир, заместитель командира черного отряда. Так что у вас тут случилось-то? Со стороны похоже, словно тролли устроили попойку в свинарнике. Мы нашли тех, кто стоит за исчезновением душа. Они отказались... Они оказались этому не рады. Надеюсь, ваши люди готовы к бою. А, он уже приходил. Это я вам гарантирую. Как и было приказано, мы развернули Аванпост к югу. Нашли отличное место. У нас там даже шпиль душ есть. Шпиль душ? Шпиль душ. С его помощью мы можем собирать эхо. Магическую субстанцию, которую мы и темные эльфы используем для различных целей. В отряде есть сборщики. Специальная магия. Которая умеет добывать ее из тел усопших. Офигеть. Да. Думаю об этом как остаточной духовной энергии. Я потом могу вам подробнее все объяснить. Но сейчас мы должны вернуться в лагерь и принять бой. Калвир, опиши общую ситуацию, вы добр? Легко. Пока вы здесь своими делами занимались, мы нашли место на юге и развернули Аванпост. Ничего особенного. Но для начала сойдет. Как я сказал, мы построили шпиль душ, чтобы напитаться им. Поскольку здесь нам противостоят темные эльфы, нужно приготовиться отражать регулярные решительные атаки. Дети, но... Конечно, решать вам, но я бы на вашем месте внимательно присматривал к этим узким извилистым тропам. Мои призраки заметили там несколько засад. Есть и хорошая новость. Нам удалось найти базу врага. Есть карта? Вот, сейчас умеет меч. На этом вроде все. Если возникнуть все вопросы, я буду на Аванпосте. А теперь давайте готовиться к серьезной заварушке, потому что она гарантированно случится. О, мой Богдан. Что это? Я нашел это на один из этих живых спортов. Я нашел это в одной из живых спортов. Я буду на Аванпосте. Я буду на Аванпосте. Что это? Это это? Что это? Домик дровосека. Реально, что ли? Каменотесня. Я тут дремлю. Подмерный разговор. Это, да. Этого у нас не отнять. Что есть, то есть. Что ты нуждешь? 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 А, он говорил, что наверху опасно. Вот что, враг уже? Это же сборщик душ. Атака! Пафедит! Что это? Я могу использовать немного халива. Я могу использовать хитрость! Билдинг выполнен! Здесь. Билдинг выполнен! Блин, прикольный голос. Блин, я думал здесь... Карта Кань. О, Крэп помни. Куда я пошел вообще? Вообще не туда походу иду. Нет. И все вы who will? Все вы готовы. Я не достойно. Скажи ли вам, у нас будет-вечет? Да. Что ты требуешь? Это ближе к победе. Да что вы сообщите? Что это требует? У меня больше на победу. Генерал, мы распространены наши борьбы как же то хоть как житуха у тебя как бы к поживает фигачите по полной я вообще как будто урон не наносит смесь а тут что нет никакой базы что враги мою базу захватывает волшебный даже паузно поставить школа друзья выходных амбу там вот аммай в 91 будешь играть не знаю спасибо тебе большое что остаешься предан таверне насчет играть 91 не знаю маловероятно я жду new world выходит 30 числа надоели меня старые игры я в них уже столько играют давно вот как ты сам знаешь и сам говоришь что эти игры уже миллиард лет одни и те же не меняющийся я решил уже по что-то новое поиграть короче я могу использовать какие-то амбуки я считаю что это сделано это должно быть сделано наконец-то действие я буду следовать это они или мы Нужно ли их шпиль вообще ломать? Ой-ой, естественно. Да жесть, прям нам стоп, опять бегут, еще есть герои. И башни тут еще с эстерой, ё-моё, а это не башня, главное знаем тебя. Ну все по подошве. Я нужна помощь. А все. Да? Отдавайте. Да? Отдавайте. Отдавайте. Да. Попали, короче. Что это? Я вверху. Блин, жму на паука, он показывает, как будто рядом. Наверное, надо здесь оборону делать. Куда ломанулись-то, ребятушки? Герой вражеский. Держал подачу, герой. Меня убили ваншотом. Я тоже держал подачу неплохую. Офигеть, он меня однажды одним ударом убил, еще прикиньте. Гирлянды должны сиять. Нет, с фонарями здесь такими прикольно вообще. Так, уровень второй чертога надо. Это я тут опять, походу, попал на пещеру. Поддост. Нифига не успел отхватить. Вот это бы территорию сверху-снизу надо бы захватить. Я надеюсь, башни хоть как-то удержат сейчас. Казарму на F5. Сюда сбор. Лазутчик это кто, вооружен стрелковым оружием. Могут, кому не нужен-то могут. Фиг знаю, как сейчас удвоевать. Что делать вообще? Что он впитывает, ни фига не понимаю. Важно. Я буду холо. Слез, походу. Слез, походу. Ого, здесь. Слез, походу. Слез, походу. Слез, походу. Круто. 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 Прикор, круто. Что там? Готово, понял? Ты милый, милый. Нужно... Думаю, это дурак. Это их или нас. Думаю! Строительное строительство. Поехали! Акция! Где ты нужна? Мы пришли в последний раз. Генерал, мы нужны больше воды. Это очень тяжело. Хорошо. Один степень ближе к победе. Генерал, мы распространяли наши сады. Генерал. Генерал. Я узнал, что у Таиса есть огромная семья. Да, черт. Ну ладно, пока сносит. Есть, чем стasty. Генерал. На деся tsarf решу möglich. На десят. Что понимаешь? Лёд. Оня, Stuart. Может быть, десятый проход? В должен знать, — Но что да? Красный генериал, ты милый. Или, если договоришься? его мое только не главное здание через их героя надо прям стопудов сносить очень сильно реально он очень сильно героя вообще как выносит на меня а это души улетают там куда-то постоянно шесть что-то новое открылось темный храм элитные наземные и летающий войска литейная переплое так вот тут у нас железо делается значит и от хруст и спел с чем мы экспандит а порт яс еще а это вот он души передает да то качайте душу-то дает и не понимаю а 1 вы вот могут стакал блин нам надо срочно как-то захватить эту территорию привет фу дарксильвер нина здрасьте и всем здрасьте ребят немножко не успеваю тут просто миссия такая непростая как всегда тут вообще ртс части такие мне кажется достаточно сложную офигеть они тут ничего не успели захватить потому что я полкарты им сразу забабахал это охренеть как круто так ну и потом сейчас отбиваемся от героя значит здесь а у нас леса нихрена нет минус 132 леса минус 132 леса так хочу с лесом-то так есть работяги домик дровосека чем вы не могут 6 так все герои убили надо щас и нападать по идее должно должен успеть еще нападение сразу идут не не успеваю нифига нифига не успеваю надо значит вот этот лагер отстраивать с деревом какая-то проблема большущая ну ладно мы их классно мне кажется поджали на пол территории сразу их сейчас потихонечку башенки отстроим с армией в принципе все нормально здесь строится начнут главное клетей на еще доделать принципе сейчас все не самое важное самое важное лес здесь доделать да и он никак нельзя приоритет был бы какой-то приоритет чтобы быстрее типа делали ест нужна реально какой-то приоритет спящий пехоты юнит атакующий врагов рукопашный вызывающий кровотечение вот это очень клево быстро снять ну вот здесь убьют ладно хотя бы такую оборону смогли занять блин где леса взять 140 леса надо просто жесть какая-то у нас тут одна лесопилка работает по нам запомнить что им нужно очень много леса угроз тай пор не понимаю что это такое увеличить здоровье сборщиков 10 душ как он так стекает его посмотрите он просто уничтожает на где мой танк да горит немножко 130 лесу леса очень не уменьшается короче главное сейчас достроить две лесопилки а там разберемся не то что не так здесь куплен реально сложные какие-то просто вот здесь чувствую что вы максимальная сложность быть вообще просто полный чувствуешь что какой-то квест был он пропал кто-то же квест был и пропал так лес 9 сейчас достроится лесопилка все почти достроилась одна душа кстати накопилось 57 на себя область воздействия мертвые уничтожены военные ниты враги источники ресурсов забирает душу до 100 а ну это собрать ваши пожинать душу типа да самое главное достроить долбанную лесопилку и все меня лесопилками по полегче пойдет три дерева слушайте здесь тоже наверное весна будет построить то нет здесь лес не построить меня пока спасает и диск опа все спасают больше барсуки сейчас всех умеют рабочих капец ну еще эти раб барсуки сраные пришли какого хрена капец вы чё барсуки вность не бейте рабов-то задушили барсуки реально просто прикиньте башня достроилась реально всю деревню вырезали барсуки представляете вообще всю деревню так Очень хорошо. Они в атаке! Они в атаке работников! Да, да. Поехали! Да! Что мы имеем здесь? В этом, строительство! Они или нас! Что это? Интересно. Что это? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. лес достроили все пошел лес пошел здесь тоже четыре работяги дровосеки нет леса здесь здесь леса нет здесь какая-то другая херня а прайдер кипа пуды и уракуя вот и не вот и What now? I will follow. Lead on. Так, все, сейчас лес подкопим немножко. Откроем литейную. Опять лес в минусе. Почему так быстро кончается лес? У меня, блин, три лесопилки. Это огромная цена у них на леска. Кстати, корни добывают. Мне так нравится. Прикольно это сделали. Так, литейная есть. Это есть. Здесь у нас только... Что за капли вообще? Вот, герой идет. Блин, он не хочет сильный герой. Просто офигеть. Он просто подбежал у меня пол хп. Он даже ничего не использовал. Заметили, да? Так, ладно. Апгрейдили. Лес в плюсе. Тут тоже все хорошо. Что? Можно апгрейдить домик дровосека? Первый раз такое вижу, реально. Первый раз вижу, чтобы можно было еще и домики играть. Я знаю, что передовые посты можно апгрейдить. Они поднимают. Они поднимают. Ну, у меня тоже есть в Вауфорс. Надо будет поиграть. То купюру, я ни разу не запускал. Он это зря. Офигенный игрух. Да. Да. Пришли здесь. Пришли здесь. Так, надо башнями заставляться потихоньку. И добирать лучников. зачем он этих сборщиков посылать это фишка эльфов что можно играть здание нифига тут работяг это кстати классная фишка мне кажется вы просто посмотрите лес будет сейчас так эффективно собирать были на это классная фишка вообще чем вы не смогу меня лучше не бьет меньше дистанции чем любой другой персонаж почему призраки никуда не стрелки готовит элитные наземные 40 леса на слитки начали появляться как его убивать то простые дел почему вот не стреляйте тинякает где ты нуждаешься? да, хорошо генерал, нам нужны больше волосы они убили одного наших героев это вообще нормально? здравствуй высокая сложность с одного так бежал еще за мной сейчас догоню что это? да реально а биомутант в тренде не знаю по моему вообще не зашла так вот у нас элитные войска кстати появились не зря ну бежал отпрыск пехота подрывающаяся себя при контакте с врагом и наносящая высокий урон себе вокруг ёпта, ну это те же самые зерлинги только эти крутятся взрываются в старкрафте втором очень похожи кстати вообще мы, говорит, рой столько отсылок к старкрафту второму мне кажется у василийск огромное чувство применяющихся при осадах значит большой урон стани да, прогреешься просто не полезно так и есть а, они нанимаются на душу кстати этих я здесь я здесь атак! неожидан и теперь что вы можете для вас это . ты лидер это можно было я пилочек герой прибежит у меня на фиг он ничтожит простой держите он все армия здесь порвет у нормально ну фазы или что-то только здание бьешь они бахают она кекс только заказал тогда так а кто выжил нормально вообще быстро спящие вот эти прикольные не лишний как и ты им еще не хватает я думал темная вообще ничем не питаются дед ферма что их хотя убивают очень жестко пол хп он снести ваш да она на подходе ловить силен бобер план пока героя нет пойду 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 попробую отбить этот сектор блин мне очень повезло что я центрально вот эту карту занял иначе он бы расплодился вот так на всю территорию скорее всего и жопу и жопа собственно все что у меня лагает это карта кстати а здесь за процесс будет артас часть не знаю протосов нам старкрафте хватило а лодок он даже не захвачен ты только барсуки блин и все только барсучеллы больше ничего а залезть на стройке все что погляди скорее всего есть выбор одинаковых и не то все да блин это по-любому должно не так это во всех играх это есть сейчас надо реально поискать злой ужасный барсук че да своў сушь ну нормально все захватил быстренько в этот раз не пять часов по ходу был хрип ходить о чем мои кзданиям сэки мобы а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Храм Норы На себя Зарядить Храм Норы с помощью эхо Призыв мертвецов Ускорение Сопротивление Что, она навсегда дает? Да Николу Женик в святилище дроу, да? Извините меня, пожалуйста Мне кажется, я какие-то квесты тут не сделал Надо было что-то реально Я думаю, только один можно сначала Короче, самый московский скилл Это вот этот удар Демонический удар Он чистым уроном фигарит просто по всем А еще мне очень понравилось Что можно апгрейдить лесопилку на столько народу Типа просто базу создал и добывай Ооо, щит какой-то первейший у нас попался Ладно, надо уже выносить их, наверное Блин, опять еду А не сколько стоят-то эти? 15 Хоть щитомик, потому что не работает у нас лоуд Ха Жесть Я его построил на самом начале, когда не работал Все милики сдохли Убежали Убежали Он вообще хам по отношению к святыне О, вот предъява, конечно Вот это предъява Чего не хватает? Еды нет, мусиган Ладно, у нас есть вот новая база здесь Что-то не могут доставить, что ли, еду сюда Но ведь нам нужно здесь построить все Фермы вообще нафигаре здесь Тут тупо ферма у меня здесь одни Потом апгрейжу ее и все Ладно, стоп, наим Нет еды, ребят, все Нет еды, все Нет еды, все Блин, у них нападение, все Масштабнее, масштабнее уже Блин, там же там башня полка на сверху Блин, надо динозавров с собой взять О-о-о-о-о, Омонь долго бы шелевать Фу, щит прям успел вовремя Так, ладно Ненавижу свою лавиатуру О, у меня такая же клавиатура И именно из-за нее я коряло пишу всегда Прямо точно Можно аж на три раза грейдить здание Получается Так, ну а если я возьму Возьми себя в руки крюки Да, возьму себя в руки крюки Че тогда Допустим, возьму с собой трех вот этих динозавров Там четвертый, кстати, скоро должен Да блин, у меня еда вообще не копится Че такое? Блин, еда вообще не копится Куда апгрейд это уходит? Нет еды, говорю А хоть чертоги весь выработался Ферму ставьте Домик чертоги болен Дровосек, каменотез В ящеры сухой Да блин, реально ящеры походу все сжирают просто Ужасная ситуация Вообще не понимаю Еды все нет и нет Нет и нет еды вообще Хоть ты тресни Происходит вообще О, герой бежит Встречаем Минус хиллер Да Ну нет, я сразу понял, что не там она стояла, где надо было стоять Как бы тут все понятно было О, герой бежит Я никогда не хочу Стой клоусь Как бы все понятно было Так, заработал отлично Тут у нас бригада древолазов работает Здесь, что у нас Все, еда вроде стала появляться Супер Да, ну конечно, как-то за гномов Комфортнее играть было Да, он походу тоже с чистым уроном бьет Но только нет, знаешь почему? Потому что у меня 0 брони у всех А у хила минус 34 Это же самая большая сложность Это значит, что у меня ничего нет вообще Не сопротивление, ничего Аминь Я почти всегда играл с Ветом Эль Я тоже в других В основной Компания А здесь-то их нельзя Здесь-то нельзя их Использовать Блин, а где ящер последний? Куда он пришел? А вот Допустим Попробую А ну кой дальность вообще бьет Да 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 Они могут допустим наверх башню забросить? Нет Херня Да А так они издалека Офигеть вообще Что? Офигеть вообще Офигеть вообще Не, ну вы видели, видели Дайте же Нет Ну это вообще Да Ну Ну это круто Я хочу сказать Каней бьет больно 400 урона Все Здание мое Офигеть Офигеть Ой, чё это такой Фу блин Испугался Думал в меня метеорит летит Я в Челябинске был Я знаю как это Выглядит Точнее был Я живу тут Блин Ну это серьезные Ребята Слушайте Они просто шопят Здание Что ты хочешь? Хорошо Слушайте Кресцент Кресцент Это их Офигеть 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 Я готов Я готов Я готов Это 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 Эмин Очень большой Вообще Там Еще Герой Все Мне хана Даже Хилкин Не спасу Убили Один из наших героев Хам Не спас Боже Какая жесть Ожесточенное Сражение Я нужна помощь. Да? Где мне нужны? Где мне нужны? Время? Очень хорошо. Что это? Вот так. Да. Что теперь? Что это? Я нужна помощь. Они в атаке. Что ты получил? Я нужна помощь. Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? похоже ну блин они хороши мне они очень нравятся реально отряд заслуживающего моего уважения ребят всем кстати привет кто приходится устраивать поудобнее приятного просмотра классного воскресенья играйте с по форс игра очень хороша 2 стрелков потерял так что у нас здесь у нас нет здесь еды совершенно отправил сюда стрелков помочь так ну чё осталось то последний зон они с короче оттуда все нам давайте оттуда пойдем короче я за ящериц они мне вы вообще понравились я на гиггер здесь вот 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 я Бамм, ну просто жесть Я же почти убежал Что это, Тёмный Эль? Мне нравится У них есть лучники У них есть дальнобойные артиллерийные орудия У них есть офигенные милишники, которые кровотечение накладывают Я считаю, просто офигеть Достойный, ребят А вы как думаете? Готово? 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 Где мне нужны? Да Делай это хорошо В конце концов, немного аукциона Это должно быть закончено Что ты требуешь? Перейдите Я не могу 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 Когда мы Блин, когда манта будет? Не похилил он нифига Что ты хочешь? Я могу использовать его! Мы наконец-то пришли Хорошо Что теперь? Где ты нужна? Это их! Это их или нас Я нужна помощь! Все уже, помощь не нужна Нифига себе, ну побыстрее в этом Вроде всех перебили, где женщина в маске? Он исчезла Скорее всего вместе с ковчегом, с помощью которого она воровала души Проклятье! Этого не должно было случиться Соглашусь Но теперь мы знаем, с чем имеем дело Значит, мы выполнили то, ради чего пришли Нашли информацию Здесь орудует отряд отступников спящих, которые крадут души и питают ими это устройство С неизвестной пока целью Не очень-то много информации за столько отданных жизней Не много? Информация Первый шаг к победе над врагом Наши пути еще пересекутся И тогда женщина в маске и ее спящим не удастся от нас так легко отделаться Это я гарантирую Думаешь, эти спящие служат богу света? Мы пока не нашли никаких доказательств этого Прямых нет, но какое-никакое намеки есть Помнишь, что сказал тот древний дурачок деревенский? Сэмса Женщина в маске сказала напитать свет, прежде чем кристалл поглотит всех Именно так Это могла быть просто странная метафора Но что, если спящие именно этим и занимаются? Питают бога света душами Здесь есть какая-то связь Нужно лишь выяснить, какая именно Ну да, тем более, что темные эльфы души забирают Возможно, и Тахар жертву этих спящих Если спящие стояли за исчезновением, которые расследовали Тахар с отрядом То, может, и это смертный эксорист? Очень на то похоже Зададим этот вопрос дамочке в маске при следующей встрече Так, королева ждет нашего доклада Тогда мы должны вернуться к Грейфу и во всем доложить королеве Хорошо Все 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 Повторяю Повторяю Все но что-то пошло не так как как считаете тут тут может кто-то подскажет что есть тут на карте кин секретами или вы не проходили или ничего такого нет в общем то придется каждый уголок этой карты изучить потому что тут всегда был что так темно ни хрена вообще не видят хотя темные живут здесь вообще в этом попе в этой а не то ведь в темноте там храме нора можно ускорение да да я сейчас добегу до него тем более если буду быстро бежать чуть не пропущу а тут надо очень внимательно следить совсем чем море у них тут новая глава принца ночника кушай алюбак корабль пометка не знаю зачем он нужен но очень хорошим о тяжелый успех лучше стражи такой ся кому-то вообще нам нужно нет 5 выноса 5 выноса но единственная как то это сможет нацепить на себя тот персонаж чуть лучше шлем броня клево мне нравится правда она хуже чем латы поэтому оставляем латы из края сенса тоже непонятно что такое узнаешь зачем нужен край помет всему свое время андрей типа того до блин долбанная болезнь конечно неудобно читать нос забит блин ну они вот тоже искусствуем ничего не чуждо да что сидел что там рисовал не такие уже и плохие эти темные вообще дробь говно полная опана лидом и да интересно у них общество устроен я с файта кипа а тут еще одна база была разбойники короче я не знаю тут подкрутили мобов они невероятно мощные стали сейчас ведущей части то есть раньше эти крипы вообще не вообще не поцелил теперь они мне танков хэви уничтожают за секунду все просто причем у него защитный еще баф висит 46 резистых а за бар защитных часть когда 33 процента хп вот боевой запал и стойкость а а тут какой нейтральную монстрятин да тут есть должно быть это все дальнейшем я думаю ну барсуков от намочили сегодня барсуки это как нейтральная монстрять например на луке у меня написано смотри если цель природа то есть это всякие животные то урон больше я думаю должна быть природа конь пробежал даже не заметил а тут у нас вообще с железными дни блин верга скажи лучше насколько и и умен в стратегическом режиме не знаю не могу на этот вопрос ответить и какие как везде ну фигасе он га монстрятина здесь вот на резисты минусовые а на нем три ослабления висит он воскрешает олывал офигеть я когда все свитки скупил все такое дешевое ставлю свитки здание ты миша что хватает тут денег а почему-то одними героями берешь и тут миссии такие но сейчас я выполнил стратегическую миссию я вам было и можно поисследовать карту как погибать бывает квесты разных задания ты мешок про еще одна из край самотика непонятно тут типа не все время стратегия режиме переключающиеся то одно то другое там ситуации спутники не общаются общаются не так много с ними есть тоже разные игровые сцены романы там даже вроде как есть кита но в оригинальном спа force 3 или вроде романа лиром и они общаются так типа проходишь миссию и он тебя больше чего-нибудь рассказывает о силе и мне опять никто не даст у меня кстати так романы не закрутился блин я походу опять температура повысилась чувствую так подождите а где храм так здесь же он а все забавцы нельзя и только в бою можно было жесть кому нужна ваша ирия когда есть бородоты гнорс так не уже я тут все нашел и тут так мало всего было алё а сейчас сейчас ребят я коляску подниму схожу ладно три минуты пожалуйста не уходите музычку классно включу сейчас вот сейчас прибегу на ребенка забрать ну а и он Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Народ любит вас, Милорд! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Слушай, у меня не трек тут играет, у меня просто эпическая музыка без авторских прав Скинул какую-то ссылку, не знаю то это или нет Вроде то Ну выглядит страшно, конечно, я сначала подумал, что это не то Блин, все тут собрал, нет, ничего, вот мне не нравится бегать, потом так следовать карт Грустно Грустно, ребят, грустно Нужна команда стул, и что там будет? Ну допустим, ты такой ввел стул И чё, тебе говорят, твердый или чё там, чё там, чё-то будет? Грустно 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 Вот здесь Фу, ну конечно Этот момент со сбором лута Вот он мне вообще не нравится Хотя лут я люблю То ж надо было Суметь Суметь создать у меня ненависть К луту вообще Они конечно дали жар На улице жар рагает О, вот еще дроп То это действительно Много шмоток валяется Просто ты их не нашел Да как ты не нашел Я вообще все исследовал Вообще каждый момент Каждый уголочек Много шмоток Ничего себе Как можно не найти было Смотри, вот дерево лишь Где шмотки-то? Может комп собрал все заменять Слушайте, может правда компьютер все за меня собрал Он так на мощный был Боже, ну герой у него максимально сильный Первый раз такого сильного героя встретил Он так на геройrift Он так наucks Он так наук Нельзя подняться Что-ли Что-ли Штул Говорит, за тебя все Савра Последи Понятно Теперь все Просто нифига Тут просто нифига Стой Клопс О, я знаю этого чувака 5000 хп и 100% резисты ко всему Но в этот раз я с ним легко справлюсь, наверное И он еще кучу нежити призывает, сволочь Вот почему игра была не на паузе Нет, скорости нет двойной Тоже фигня, получается Что эти миссию прошли, теперь бегать, собирать всю эту хлей Такое если удовольствие, сомнительно А сейчас уже нельзя Во скорости После смерти После смерти, кстати, пропали бафы Они не работают после миссии, точнее Собирай сразу Взрывающийся Взрывающийся Я готова Это их или нас Взрывающийся Взрывающийся Но только не так взрывается Это все Что это? Поехали Поехали Сейчас Так, кихим Ставим Смотрите, 100% резист Просто домой Ой Прикиньте 22 аурона Бьешь тут Добивайте его кто-нибудь Добивайте его кто-нибудь Пушинка Так, щас секундочку Коляска с дочкой? Пушинка Это так называется что ли, Дэдзин? Спасибо тебе большое за поддержку Да, пушинка-то пушинка Да, пушинка-то пушинка Плакающая пушинка Спасибо большое, Дэдзин Ты как пожелаешь вообще, не заходишь к нам совсем Все, они сами от старости умерли Сколько можно убивать нас? Блин, у этого Скиритоса я круто конечно уработал Вот, тут еще один Блин, тут еще один А, так это легкий, смотри Похо-хо-с удара Что за дэмидж? Что даже пушек нет Вот оно, наконец-то Хоть что-то ценное для меня упало Двуручный топор си Левел, что мне, е-мое Двуручный топор Топор двуручный 255 урона Е-мое Офигеть Только шанс блока не дает шанс крит удара А почему тот топор дает? Север Берсерк Здравствуйте Да это, ну давай рассказывай, как же туха-то Урон конечно значительно больше Прям на дофига Ну думаю, что это нам и нужно У нас чистый дэмидж И все Да, так и поступим Больше никому ничего надеть не получается Да? Это там может быть была удача А он не может их носить у меня же на ловкость оружие Тоже такой странный подход Я решил, что ловкость даст мне шанс блока Но походу я ловкость-то качать не буду Мне надо будет силы воли качать, чтобы ослабляшки лучше были То есть само ослабление работает Минус 27% Кстати, вот от чего зависит это преимущество От силы воли или от чего 27%? Или статично просто А че тебе действие и выносливость Это же танк Ну, вроде, нормально пока, без провокации Хотя я может его сменю Может быть, я сделал другого танка Например Некромантия Плюс Ооооооооооооооооооаооооооаоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо.. так 10 выносливости мне нужно не за хп потому что кастуется баф и блин тут стоп сегодня вот это мастхэв вообще сопротивление цели режет так но тогда зачем мне будет нужна вот эта штука слабость а это сила атаки ой офигеть короче суть какая меня все кто будут бить в дальнейшем будут ослаблены а тут все будут защиту терять в ряду сынах да прекрасно игры свои коляски отправил в деревню могу позволить в воскресенье свои плющики твой стрим например блин офигеть хорошо вам с деревни то массу деревне нет сидим домом у нас все болеют лишь началась . болела потом . походу катюху заразила потом через три дня и я заболел все таки сидим все потому что дома так ну ладно кольцо надо магическую защиту . сама просто деревня ну конечно наш к у нас индустриальный промышленный город итак у нас наконец-то появилась долгожданная аура нифига себе она живет энергии 20 ну красиво зато выглядит то есть танк у нас ничего не может кастовать а ему ничего и не нужно он за хп кастует на меня баф великолепно вообще прикиньте уже за хп колдует вам все и далее как все продумано оказалось кто бы мог подумать так кстати тут я тоже могу такую аура взять но нужно отметить один момент здесь минус 15 а здесь минус 19 от силы воли потому что зависит танку буду вторым силу воли качать парень уракуая блин тут столько вариантов сейчас вообще жесткие удары если цель большой увеличить урон на 25 то есть против гигантских целей вот этих динозавров которые сейчас ходили и так далее на себя положительная будет дополнительно реген 10 хп когда меньше 30 процентов хп так здесь если падает хп концентрация ген негативный эффект 53 урона в секунду кровотечение накладывает удары слушай это вот это будет аура потом давать всем скорость атаки а это баф подождите не аура вроде тауэ потом должна стать вычет урона так способности каждый раз когда вы убиваете врага ты удалю ладно что потом сбросим Так, дальше Хил, хил, хил Хил, хил, хил Воскрешение можно сделать Раз в 180 секунд сама автоматически воскрешается По-моему, тема, кстати, прекрасная А потом пойти к исцелению Возрождает мертвых союзников В указанной точке Это, кстати, офигенно Все отряды встают и воскрешаются Даже обычные юниты На РТС части Вообще, по-моему, тема Снижает стоимость всех способностей Магии света, добавляет новые эффекты Что это значит Новые эффекты? Снижает стоимость всех способностей Магии света, добавляет новые эффекты Исцеляющим заклинаниям, в том числе и заклинаниям Других деревьев Новые эффекты какие? Таинство А, если есть таинство, да, то будет написано Да-да-да Вот, если персонаж под действием таинства Избавляет от всех негативных эффектов А тут Избавляет А, ну, дополнительно чистит просто Клинсть Мне нравится Во-первых, дешевле все заклинания А у меня сейчас как раз проблема была в том, что мана кончалась Так, дальше Так, дальше Тут наконец-то я до ауры усиления дошел Или взрывные стрелы Усиление отдаст силу атаки плюс 16 Множитель для всех способностей Ну, я все-таки ради ауру ушел Просто проблема в том, что я с этой аурой не смогу походу юзать этот Пытается скил Потому что он требует 30 стоимости очков Я ее включаю, у меня остается 18 Зато крит должен быть еще мощнее сейчас 79 79% шанса крита дает, прикиньте У меня 16 плюс 79 100% крит Скорость передвижения плюс 39% И блок шоу увеличивается Но мне нужно где-то взять концентрацию Мне нужно где-то найти 12 концентраций Здоровье Спасибо тебе, что в любые времена тебя тут можно встретить по графику О, первый раз такое слышу Рад стараться, так сказать Приятного времяпрепровождения Таверни Не все игры, конечно, мне нравятся Людям Но всеми не угодишь Да, я его и буду качать, походу Ну и кольцо надо второе найти Я так понимаю, просто кольцо плюс 10 концентраций И один навык Вот здесь вот Плюс 3 И все И у меня будет мега супер забаффер Для всей пати Правда, реген концентрации Еще надо как-то увеличить Но или на крайняк отключить ауру реген, который дает Хотя реген концентрации, кстати, тоже больше стал Офигеть Из-за пассивки, который увеличивает силу оружия У меня реген концентрации больше стал Офигеть Блин, ну клево Все, выходим Надеюсь, я тут все собрал Блин, на время-то 2 уже А так еще хочется поиграть Ну, в смысле, 12 в Москве Лечиться на кушни Ларские болота Да, карта огромная Фэн Горн Приветствую в нашей таверне Угощайся Элем Будь как дома И приятного просмотра Надеюсь, тебе у нас понравится, путник Первое за счет заведения Угощайся Ребят, налейте-ка за знакомство Дуду-дуду Офигеть Угощайся Идите Угощайся Идите 1 пообщаемся и паста кончат лукавы и шоу напухаем его сейчас уйти не сможет бросив последний взгляд на ларские болота вы отправляетесь в обратную по затылку пробегает холодок словно вас коснулась ледяная рука мертвеца ковчег бог света связь очевидно какова впервые за несколько недель между облаков показывается вы поворачиваете коня и рысью догоняйте отряд ночью вы не один час лежите без сна прежде чем усталость не одерживает верх провалившись сон вы слышите в голове слова сэмпси словно и свет напитать свет черное создание принесет ковчег чтобы это все могло значить антут о воскресенье что за насчет ограбления бандиты воющих степях когда разберемся а это как добку и стоящих за прикольно меня так даже вот чем доме не встречает ну да хротычу хотел таверна тут все свои родные чем продать то вообще наверное этот шлем можно продать хотя его на герой на своего надену кстати можно капюшон еще надеть вы нас 4 у меня ни у кого нет 4 выноса продаю броня на 5 вынос никому не нужна будет точно прям сто процентов как-то так вот и что такое камни возвращения я даже не видел крайне хитроумное изобретение магов искандерского университета этот артефакт способен найти ваш базовый лагерь и перенести вас туда в мгновение ока продаем так ну чё все заходим королеве блин конечно хреновое состояние вообще завтра хотя бы выходной хоть завтра полечусь единственное что в этой игре до сих пор меня напрягает это вот долгие загрузки вообще просто бесконечная долгие загрузочки выходной полечусь сюда ес Понятно Я надеялась на болоте благоприятный исход Но вы снова отлично себя проявили в безнадежной ситуации Поэтому пришло время закрепить это официально Вы хотите сказать? Да, генерал Эриф Вы достойно проявили себя Сим, проглашаю вас генералом волчьей стражи Надеюсь, что ваше командование окажется столь же эффективным, как и ранее От этого многое зависит Я сделаю все, что максил Хорошо А теперь вернемся к делу Благодаря волчьей стражи Мы знаем, что в Виндхельме сформировалось опасное политическое движение Во главе которого стоит гном-жрец по имени Арахис Вдобавок к этому, исчезновение душа, о котором говорил Скадар Более чем реально Души похищает группа темных альфов-отступников, возглавляемых женщиной в маске Есть основания считать, что это как-то связано с Богом Света Значит, нам нужны ответы на три вопроса Первый Кто такие эти спящие? Второй Кто или что такое Бог Света и как он собирается попасть в наш мир? Об этом нам почти ничего не известно И третий вопрос Что нам делать с верховным Иерафантом Арахисом и его движением? Нам с древним богом-то проблем предостаточно Не хватало еще и империи Аполлоумыша гномов Хм Арахисовый режим, да? Да еще и гибель Тахара Я в курсе Вы полагаете, что это дело рук тех самых спящих, которые крадут души? Скорее всего, да Их отряд расследовал исчезновение от целой деревни Когда попал в засаду Раны на теле Капрала Если верить похоронным дел мастеру, очень похожи на мечи спящих Значит, это были не остатки света? Скорее всего, нет Ну, когда выясним, кто такие эти спящие, мы заставим их за все ответить Еще одна причина во всем разобраться Разумеется Так, значит, вы хотите взвалить все эти задачи на нашу державу, получается, на Нордандер А что нам остается? Поймите меня верно, генерал Эйреф Я бы тоже с большим удовольствием занялась восстановлением страны Но и ситуация Виндхольме, Виндхельм, Виндхольме И эти темные эльфы в масках угрожают нашей империи И я не буду закрывать на них глаза в надежде, что кто-то разберется с ними за нас Ой, растопчем Арахиса Во имя Пресвятой Фисташки Так, раз теперь мы знаем, с чем на ней дело Не должна ли это этим заняться Королевская Армия? Отнюдь нет Именно Волчья Стража больше всего подходит для подобных действий Почему же? Потому что я хочу, чтобы эти вопросы были решены как можно быстрее Мобилизация Королевской Армии Это долгая дискуссия с благородными домами На что у нас нет времени А лично у меня терпение Так С чего начать расследование деятельности этих спящих? Ну давайте первое начнем Хорошо Как тогда нам остановить Арахиса, не вызывая войну? С помощью кое-кого, кто уже на пути в серую цветодель Когда она прибудет, мы все обсудим Она? Кое-кого? Вы увидите сами А ладно Информацию об их свет где искать? Предложение есть Предположение Понимаешь, я говорила, что у нас есть зацепка Оказалось, что она может куда-то привезти Нам уже было известно, что Бога Света упоминали многие религии Пусть и под разными именами Но есть одна культура, которая вызывает особый интерес Это Алиане Племя коренных жителей в воюющей степи И чем они могут нам помочь? Их вера, в отличие от всех прочих религий Построена вокруг фигуры Бого Света Он играет ключевую роль в их культуре И вы хотите отправить туда и выяснить Неизвестно ли им что-то важное, верно? Но мы стоит попытаться Я согласен Генерал Аэроф, вы отправляетесь воющей степи с отрядом своих лучших бойцов И найдите ответы на ваши вопросы На наши Так точно Так, ну ладно А спящий вот идет в масках В сад Амаза, как там С чего начать расследование? Ну, логичным первым шагом было бы связаться с посланниками Высокого Отца Нет Прошу прощения Структура власти темных эльфов устроена непросто Даже если мы немедленно отправим эмиссара, ни одна луна уйдет лишь на то, чтобы получить ответ Тогда каково ваше предложение? Я свяжусь со своим знакомым Предводителем черного отряда Он знает все темные уголки эльфийского царства Уверен, он сможет разознать что-нибудь и про этих спящих С вашего позволения, я отправлю гонца и договорюсь встретиться в Калаброке Действуйте, генерал эльф и отправитесь вместе со Скадаром Узнаете, что цену он может нам придать от наемников в порядок Похоже, что план у нас есть Чем быстрее мы начнем разрешать ситуацию, тем лучше наши шансы не позволить ей превратиться в лавину бед Удачи вам всем и благодарю вас за службу Вы молодцы Скажи мне, это шутка, амбасадор Скажи мне, это шутка Я боюсь, не Командер Какой-то менталитет нам доступен было написано Так, ну вот полторы тысячи я тоже фуфил, да? Шлем офигенный топовый есть Шлем уверенности Капюшон плюс 7 концентрации, ага Менталитет, да? Ну это у арахисовой этой империи, менталитет Не, ну теоретически шлем надо брать Что тут думать-то? Что думать-то? Танком шлем Женщина мороженое А, так он такой же А, 50 здоровья и 5 концентрации Нормально Нормально Что тут опять заквастит? Я 30 лет служил короне, 30 лет И она вышвыривает меня, как пару старых башмаков Вы отвечали за безопасность каравана Мне очень жаль, но своей прогулкой в лесочке Вы подставили нас всех под удар А, это тот генерал, который Вам всего два года до пяти, так что на ней этот инцидент не скажется Корона не позволит Пропадите вы все пропадом Генерал, я могу вам чем-то помочь Да, дадим арахису по орехам На орехи О чем вы сейчас с Ринальдом-то вообще спорите? Королева понизила его в чине за фиаско на золотом пути По факту отправила в преждевременный отстав Справедливо Он поставил под удар целую дивизию Соглашусь О чем он думал разгуливал по лесу с тем новобранцами С новобранцами полез там разгуливал Минерал Союзница прибыла Пока нет, но нам сообщили, что два дня назад она прошла врата королей Другими словами, уже скоро она будет здесь Если вы готовы подождать, я могу созвать своего сразу же, как только она появится Пока нет Позже А, я могу сейчас либо к этому отправиться, либо к нему, да? Так, ну мы тогда сохраняемся на этом моменте И Продолжим уже с вами Потом Ой Капец, пойду лечиться Течет из носа Голова болит, да? Ну, надеюсь, что мы нормально посидели Всем все было комфортно Хорошего вам, ребят, остатка дня Приходите к нам в таверну И если хотели бы следить за новостями С анонсами стримов Общаться вне стримов То залетайте в наш дискорд обязательно Или в группу вконтакте Вот Всем пока, вы лучшие Спасибо, что смотрите Скол, друзья С днем Небесных фурий Ту-ду-ду-ду-ду-ду Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok